Девушки отдыхают Ну а как? П. Столицу хоккейной Сибири и В. Просто город чемпионов. И это действительно так. Омский авангард, обладатель Кубка Гагарина сезона 2021, сегодня принимает матчи Кубка Открытия. Финалиста прошлого сезона ЦСКА. Говорят, когда закрывается одна дверь, немедленно открывается другая. Олед кончилась, но возвращается хоккей. Не предсезонный, а вполне себе конкурентный. И сегодня на кону уже сразу трофей. И пусть пока я, например, не вижу сегодняшних дуэлянтов в числе фаворитов наступающего сезона, но это не значит, что они себя таковыми не видят в начале большого пути. Слово Натальи Кларк и ее собеседник Сергей Федоров. Григорьевич, сегодня дебют в качестве главного тренера в чемпионате КХЛ. Волнительно, честно? Да, конечно. Без эмоций не обойтись, но никак. Поэтому тут ничего страшного нет. Как только игра начнется, я думаю, все будет в нормальном рабочем режиме. Насколько довольны тем, как прошла предсезонка, подготовка, даже матчи на турнире? Доволен. Доволен играми товарищескими. Так как мы собрались немножко позже, в конце июля, то работы реально начали с 1 августа. Поэтому сжато, но конкретно и четко. В общем, все хорошо. Изначально, когда вступили в должность главного тренера, обозначили цель и задачу ЦСКА. Это первое место всегда. Насколько с первого матча действительно это важно, поддерживать эту философию для ребят и вести ее на протяжении всего сезона? Ну, ЦСКА философия всегда быть первым, всегда побеждать. Поэтому тут, наверное, ребятам каждодневно это не надо объяснять. Задачи, они глобальные. Мы можем только контролировать повседневные процессы, то, что происходит, наверное, на льду. Вот на этом мы, наверное, больше концентрируемся, чем на задачах в повседневной жизни. Но так ЦСКА вперед, ЦСКА всегда будет первым. Это то, что мы хотели бы привить нашим игрокам. Удачи сегодня. Спасибо огромное. Благодарю. Спасибо огромное. Спасибо. На матче звезд в Риге. После игры он сказал, даже когда ты играешь с друзьями на пиво, лучше все равно выиграть, чем проиграть. Так что с таким отношением можно верить, что команда будет выкладываться. Ну, а теперь тренер-чемпионов Боб Хартли и Наталья Кларк. А, Боб, недавно пришла новость о назначении капитана. Так долго выбирали или просто это такая традиция? Почему это было так долго, чтобы выбирать чемпионов или капитана, или в нашей традиции? Ну, ну, капитана уже выбирала. Я не изменю хороших людей. Решение, по большому счету, уже было принято и никаких изменений не предполагалось. Мы знали, что капитаном будет Алексей Мелин, поскольку хороших людей мы не меняем, в этом нет никакого смысла. На протяжении предсезонной подготовки мы смотрели, кто из игроков как себя проявит, для того, чтобы определиться уже с ассистентами. Сегодня вы впервые в КХЛ выходите в ранге чемпионов. Насколько это усложняет или упрощает вообще подготовку к будущим матчам, к сезону, к соперникам? Мы победим чемпионы, и как это заменяет конкурс? Наша цель остается прежней, завоевать Кубок Гагарина, но это цель и абсолютно каждой команды в лиге. Но у нас задача непростая, мы должны защитить свое звание, и это такая простая мотивация для соперников побороть обладателей Кубка Гагарина. Но мы будем стараться, и главное, чтобы мы прогрессировали по ходу сезона. Спасибо, добро пожаловать в сегодняшний день. Спасибо. Интересная фраза, хороших людей не меняют. Я надеюсь, это не знаете, что Денис Зернов плохой, потому что его поменяли на Николая Прохоркина. И сегодня он мог дебютировать в составе своей омской команды, но пока решили выдержать небольшую паузу. Про Хоркина в заявке на эту игру нет. Ваши комментаторы сегодня, Александр Халанов и Роман Скворцов. Добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, матч открытия. Я считаю, что достаточно Кубок Открытия. Достаточно интересная традиция, придуманная Континентальной Хоккейной Лигой. Для Авангарда это третий Кубок Открытия. Для ЦСКА шестой. ЦСКА вообще команда, которая открывает сезон из 14 сезонов Континентальной Хоккейной Лиги. Открыла почти половину. Почти половину, действительно. Но, что осталось за кадром всех этих предматчевых интервью, то, что колоссальные изменения. И в составе ЦСКА, и одно из этих изменений мы, кстати, видели. Одно из самых главных, Сергей Федоров, за спинами игроков на скамейке в роли главного тренера. А у Авангарда изменения в составе более чем серьезные. Ты его сейчас посмотрел, посмотрел про Прокоркина. А я тебе скажу, что в каждом звене Авангарда есть новичок. Их больше или меньше, но команда изменилась достаточно сильно по сравнению с предыдущим сезоном. Ну, а что касается ЦСКА, тут тоже полно изменений. Более того, одно изменение непосредственно затрагивает обе команды. Иван Телегин перешел из ЦСКА в Авангард. Надо же такого придумать было. И Телегин-то как раз сегодня сыграет, насколько я помню. Но мог что-то в горячке и перепутать. Сейчас не об этом. Осень, это время обновления. Как ни странно, новый сезон обновился. Не только канал КХЛ и канал КХЛ Прайм. Обновился и галстук Сергея Федорова и всего тренерского административного штаба ЦСКА. Он теперь красный. Безо всяких отсылок к синему, потому что синее это динамо. Вот такая тоже философия. Ну, в некоторой степени, да. Да, но и понятно, что на самом деле в такие мелочи не бывает. Поэтому, ну, может несколько удивительно для кого-то, но даже таким вещам уделяют внимание тренера. Ну, а мы смотрим, как игроки готовятся к сегодняшнему матчу. Так, по настроению, по картинке так и не скажешь. Первый матч от 20-го отыщить будет тяжело. Для игроков, на самом деле, заканчивается самое тяжелое время, пожалуй, предсезонка. И начинается самое интересное время. Причем в начале сезона еще, ну, так скажем, может быть давления не так много. Тем более на ЦСКА и на Авангард, которые рассчитывают на то, что они будут играть глубоко, в весну. Может быть, опять же, кто-то доберется на кубка открытия следующего сезона. Может быть. Но, в любом случае, обе команды явно не намерены уподобляться той самой пресловутой плохой лошади и начинать с Галопа. Все будет серьезно с первого же матча в новом наступающем сезоне Авангард ЦСКА. 36 раз встречались друг с другом в истории континентальной хоккейной лиги. Ну вот, пожалуйста, пробегаемся по героям этого матча. Адам Рейдебор поменяли полностью ЦСКА в радарскую бригаду. И шведы из Акбарса теперь стартовый. Стартовый галкипер, юбилейная форма ЦСКА, посвященная 75-летию создания клуба и 70-летию отечественного хоккея. ЦСКА и отечественное хоккей – это практически синонимы. Ну и два возвращенца из-за океана – Нестеров и Михаил Григоренко. Двух из них, да, новичками ты не назовешь. Нестеров и Григоренко играли в форме ЦСКА. Завоевывали кубок Гагарина. А Рейдебор, да, один из новичков, который заменил Ларса Юхансена. Один шведский уронный вратарец заменил другого в оборотах ЦСКА в этом сезоне. Шимон Грубец, оплот стабильности на вратарской позиции. Авангарда здесь ничего не поменялось. Алексей Емелец, как сказал Боб Харты, хороших людей не меняет. Капитан команды был, капитан команды и остается. Чемпионский комплект форм. Сергей Толчинский, экс-армеец, самый ценный игрок в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Ну и по форме черная немеркнущая классика и золото, как напоминание о победе в кубке Гагарина сезона 20-21. Ну и на всех комплектах черный это третий чемпионский. По особым поводам с принципиальными соперниками Аминчи будут играть в этом. Домашняя красная, белая, соответственно гостевая. И на всех формах шильд, эмблема континентальной хоккейной лиги, выполненная по золоте. Тоже такое чемпионское отличие, практически наш ответ с кудетто. Да простит меня Георгий Черданцев. Для Авангарда это первый кубок Гагарина. И понадобилось 14 сезонов, чтобы до него добраться. И огромное количество болельщиков в Омске. Здесь в Балашике ждали этой победы. Поэтому совершенно неудивительно, что и Авангард прекрасно понимает, что в предыдущем сезоне им удалось добраться до очень большой спортивной вершины. Правда сейчас перед этими ребятами, многие из которых поднимали кубок Гагарина над своей головой здесь, кстати, на арене Юрия Ельевкина в Балашике. Но задача удержать кубок намного сложнее, чем задача добраться до него. Хотя и сама по себе задача очень и очень непростая. Безусловно, любая команда. Двухкратный, трехкратный, трехкратный обладает кубок Гагарина. Я думаю, скажут то же самое. Ну и да, в истории контент-итали хоккейной лиги только Акбарсу на самом старте. И потом, чуть попозже, московскому Динамо удавалось защитить свое чемпионское звание. И в этом отношении перед Авангардом, конечно, очень серьезный вызов. Да, остался Боб Хартли на месте, да, остался Шимон Грубец в команде, но все-таки действительно очень серьезно поменялся состав. Философия не меняется. А вот люди, которые будут ей соответствовать, вот здесь могут возникнуть проблемы. Но опять же, об этом будет болеть голова у Боба Хартли уже по ходу сезона. Прямо сейчас все готово к началу матча за кубок Открытия. Чемпионский стяг сейчас, я так понимаю, будут поднимать под своды арены Палашиха. Тысячи зрителей, тысячи счастливчиков, которые допущены Роспотребнадзором на матче этого сезона. Очень разнятся показатели возможной посещаемости по контентальной хоккейной лиге. Но вот здесь, в Московской области, до тысячи болельщиков могут присутствовать на трибунах. Роспотребнадзор, спасибо, что хоть тысячу. Ну, на самом деле, будем надеяться, что предыдущий сезон получился такой сложный, да, со всей этой вирусной ситуацией. Будем рассчитывать на то, что в этом сезоне потихонечку-потихонечку все будет возвращаться к норме. Ну и, безусловно, приятно видеть зрителей на трибунах, которые могут сейчас, ну, в некоторой степени, во-первых, посмотреть за великолепным хоккеем, в который будут играть две лучшие команды прошлого сезона. Ну и поучаствовать в церемонии поднятия чемпионского стяга, как я уже говорил, для авангарда. Это первая победа в Кубке Гагарина и побед, которую ждали боевщики в Омске очень-очень долго и в конечном итоге до нее добрались. И вот этот тут стяг, который, я не сомневаюсь, переедет и в Омск, когда новая арена будет построена, собственно говоря, будет напоминать об этой победе и не только на самом деле. Тем, кто болеет за авангард и продолжает болеть за авангард, стоит сейчас на синей линии, стоит на скамейке запасных, а поколением других игроков будет как таким хорошим ориентиром в их игре, в их будущих матчах и будущих победах. КОНЕЦ Дамы и господа, леди джентльмены, мальчики, девочки, мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам только сейчас. Время хоккея на Матч ТВ. Кубок открытия «Авангард ЦСКА». Александр Хованов, Роман Скворцов и Наталья Кларк работают для вас. Добрый вечер, Наталья. Да, здравствуйте, Роман. На самом деле, пока вот начинается торжественная церемония открытия, мы видим руководителя КХЛ Алексея Морозова и Владислава Третьяка, которые сейчас скажут приветственные слова от Федерации хоккей России в том числе. Давайте послушаем их наверх. Слово вашего господа, Владислава Александровича Третьяку. Уважаемый Алексей Алексеевич, дорогие болельщики, дорогие коллеги, хоккеисты, которые сегодня вышли на лед, для меня большая честь от имени Федерации хоккея, от миллиона болельщиков поздравить вас с началом сезона. Этот сезон необычный, этот сезон мы будем праздновать 75 лет советскому, российскому хоккею. У нас большие традиции, хоккей это наша национальная игра, и поэтому мы ожидаем от вас, чтобы продолжали эти традиции. Ну а здесь наверняка будут кандидаты в сборную, которые будут защищать на Олимпиаде нашу честь. Я хотел бы пожелать вам хорошего старта и новых побед. Спасибо. Слово предоставляется Алексею Алексеевичу Морозову. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу сегодня поприветствовать всех болельщиков, участников и зрителей матча за Кубок Открытия. Сегодня мы открываем 14 сезон континентальной хоккейной лиги. Каждый сезон это история нашего хоккея, написанная яркими моментами и новыми рекордами. Нас ждет с вами увлекательный чемпионат. Я хочу пожелать всем болельщикам получить от этого чемпионата поистине незабываемые эмоции, чтобы ваши команды вас всегда радовали. 14 сезон континентальной хоккейной лиги объявляется открытым. Дамы и господа, звучит государственный гимн российских федераций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Итак, дамы и господа, добро пожаловать на большой соревновательный хоккей Кубок Открытия. Вашему вниманию обладатель Кубка Гагарина. Омский авангард принимает финалиста этого турнира ЦСКА Денис Наумов, Виктор Гошилов. Главные арбитры сегодня им помогают линейный Глеб Лазарев и Никита Шалагин. Виктор Гошилов. У него сегодня 694-й матч в карьере как главного арбитра Кититалии хоккейной лиги. А ведь я еще помню его лайнсманом. Он шестой в этом списке. Ну и что касается Дениса Глеба Лазарева. У него 570-й матч как лайнсмана. И он тоже шестой в своем списке линейных арбит. Это важно. Боб Хартли против Сергея Федорова, для которого это первый официальный матч в карьере. И незадолго до старта регулярного чемпионата он лишился Дмитрия Юшкевича, тренера по защитникам. Алексей Трачинский, который был в клубе на административной должности. Теперь вот этот функционал Дмитрия Юшкевича выполняет. Стартовые звенья. Команд уже на льду. У армейцев тройка Сергея Андронова. Он начинает эту встречу. 11-й номер у центрального нападающего. Вместе с ним по краям 22-й Александр Попов. Один из 32 действующих игроков, который принял участие во всех 14 сезонах континентальной хоккейной лиги. Ну, мы-то, конечно, паузу на пустую речь арбитра сделали, но диджей на арене не знал о том, что она будет произнесена. Так что, честно говоря, не знаю, услышали бы или нет. Да, здесь действительно атмосфера просто великолепная. Ну и Алексей Морозов с Ислам Тельфиком открыли 14-й сезон континентальной хоккейной лиги. А после этого Виктор Гошилов, как раз приближающийся к юбилею, произвел первое вбрасывание в этом 14-м сезоне континентальной хоккейной лиги. Да. Ну и вместе с Андроновым и Поповым под 15-м номером Павел Корнаухов. В центре первого звена омского чемпионского авангарда Корбен Найт, крупный специалист по игре на точке под 9-м номером. Вместе с ним 34-й Петер Цегларик, самый долгожданный, наверное, новобранец омской команды. Не в полной мере он был задействован на предсезонке. Все-таки нужно было выводить свою страну на Олимпийские игры. И с этой задачей Цегларик за товарищ исправился. Под 65-м номером Ильи Купов, который пропустил практически весь плей-офф, но в наступающем сезоне должен быть одним из лидеров омской команды. Первая пара защиты у авангарда. 74-й Алексей Емелин, 22-й Вилли Попка. Емелин капитан команды, ну и традиционно авангард. 6 защитников играет Андронов за воротами. На синей линии первую пятерку поддерживают Киселевич и Нестеров. И Бложеевский так было вписано в протоколе, но на деле мы видим других людей. Нестеров заряжает и первый блокшот записывает на свой счет Алексей Емелин. Его подталкивает партнер в спину. Получил небольшое повреждение Алексей, но докатил. И сейчас там окажут ему помощь волшебная витаминка. Этого все никто не отменялся. Искал атаки Григоренко вычерчивает передачу на пятак, куда закатывается его партнер. Бросок не выходит толком у Вальмарка. Вальмарк здесь центрит в протоколе одних людей, но на деле совершенно другие. Сергей Федоров сразу затевает тут игры разума. Григоренко под давлением Каблукова. Оказывается в углу площадки, шайпа ходит вдоль борта. Вальмарк ставит спину и в итоге Оливер Каски получает две минуты за удар соперника клюшкой. Или за задержку клюшки соперника. Тут нужно разбираться. Очень много жестов от арбитра. Более того, он указывает на армейскую скамейку штрафников. Задержка клюшки соперника. Да, причем, знаешь как, вот меня как защитника радуют такие вещи, когда судей замечают. Да, потому что, ну, как бы, я тоже думал, что удалят каски. А на самом деле судья заметил, что Вальмарк себе в единоборстве помогал рукой, убирая клюшку клюшку в каске и, собственно говоря, за задержку клюшки соперника. Новичок, континентальный хоккейн-лиги, новичок ЦСКА, Лукас Вальмарк отправляется на две минуты на скамейку для штрафованных. И большинство будет у хозяев первое звено. Звено Форбана Найта возвращается на площадку с Толчинским, четвертым нападающим, и каски на синей линии. Да, и еще одно удаление будет в составе ЦСКА. Групец уже доехал до скамейки запасных, отдают шайбу, а мячи своим соперникам. И в итоге минуту 47, 5 на 3 с места в карьер стартует эта игра. Класс Дальбек, еще один армейский швед, отправляется на скамейку штрафников. Но начало такое, врагу не пожелаешь. Вот момент, пытался добраться до шайбы, а в итоге оказалась клюшка между коньков. Таили Якупова, и тут уж как было устоять. Мы немножко поплыли под давлением церемонии открытия, под подъем чемпионского флага. Не в свою честь армейцы. И вот такую форум серьезную, кадровую дают соперникам прямо со старта. Двух минут еще не прошло, да. Сначала матча, а у ЦСКА уже два удаления. И вот сейчас авангард возвращается с шайбой по зону атаки, играя в пятером против трех игроков ЦСКА. Естественно, тут поджимают соперника. Цегларик и Хаски выстраиваются прямо на вершине кругов вбрасывания. И оттуда могут такие камни швырять в Рейде Борна. Для Рейде Борна тоже матч-то непростой. Он в финале конференции проигрывал этому чемпионскому авангарду. И сегодня в форме ЦСКА, конечно, хочется реваншироваться. Да, безусловно. Да и по-хорошему, знаешь, как Рейде Борн себя в Казани, я бы сказал, так и не нашел в Акбарсе. Так вот нельзя уверенно сказать, что он был там первым номером. Хотя его брали, безусловно, на позицию первого номера. Но вот сейчас есть возможность продемонстрировать свое мастерство в ЦСКА. А вратарь, действительно, я считаю, что вратарь очень-очень неплохой Адам Рейде Борн. Казки и Цегларик время от времени подыгрывает ему, но не сказать, что на синей линии, на позиции защитника так параллельными курсами. Поскольку, опять же, вот этот дефицит два игрока заставляет армейцев более плотно к своим воротам играть. И пока, кроме бросков с дистанцией, да, мощных, да, акцентированных, но не страшных для Рейде Борна, ничего Амичи не предлагает. Поскольку вот эта компактная расстановка не предполагает таких размашистых переводов с фланга на фланг, которые Рейде Борна могут разорвать на линии ворот. Но, с другой стороны, бросок Казки – это тоже грозное оружие. В прошлом сезоне мы неоднократно в этом убеждались. Армейцы сейчас поймали шайбу на себя. Иоаким Нордстрём свой плюсик заработал и сейчас пытался заблокировать бросок Казки, но тот перевел. И вот первый перевод из круга в круг, но бросать после перевода Найта было не очень удобно партнеру Казки. И вот теперь выцеливал уже без замаха, но шайба до Рейда Борна так и не долетела. Цыгларик и Казки меняются позициями. И вот цыгларик в направлении дальнего угла тоже, в общем, больше на технику не попал. Омский Словак, хотя по замыслу всё было очень неплохо. Времени ещё вагон. Через 15 секунд только четвёртый полевой на льду появится. И даль вот там Вальборка как раз будет таким тычком локтем. Мол, давай просыпайся. Пять секунд до твоего выхода. Толчинский переводит бросок в гол. 1-0. Авангард выходит. Не угол, а прям по центру ворот, но и передачи, и бросок получились очень быстрыми. И мы увидели уже церемонию открытия. Первое бросование, первое удаление. Вот и до первой шайбы добрались. Ещё четырёх минут не прошло в матче открытия 14 сезона КХЛ. Ну слушай, вообще на самом деле отличная история такая. Начинает зарождаться традиция. Новички континентальной хоккейной лиги забрасывают первый шайб в сезон. В прошлом году отличился армейский защитник Саморуком. В своей первой же смене на 52 секунде матча. Ну а сейчас Петер Цегварик. Ещё один новичок. Да, опытный хоккеист. Шоптом игры на чемпионате мира. В Швеции выступал в прошлом году. Был очень результативен. В паре с садичником Гривиком. Он там больше двух десятков шайб настрелял. То есть не кота в мешке. Брали в авангар безусловно. Да, были вопросы по предсезонке. Но опять, выбросок никуда не девается. Доверие. Есть и вот, пожалуйста, это доверие. Самого же первого большинства. Цегварик начал опраздевать. 1-0. Авангард впереди. Причём вот эта вот бригада большинства, она практически не все давно получается минуты 50. Но именно эти ребята провели на площадке и в конечном итоге сумели найти момент, создать момент, реализовать момент и забросить первую шайбу в этом сезоне. Соответственно, создав преимущество счёта для авангарда в начале сегодняшнего матча, великолепно реализовав большинство. С другой стороны, это заставляет задаться вопросом, а есть ли у авангарда вторая бригада большинства вообще в принципе? Ну, я думаю, что есть. Вопрос там, там тот же самый паре, может, там есть, есть кому играть, есть ребята, которые с удовольствием поиграют, но тут, я говорю, тут просто такая ситуация, в которой... Ну, 2 минуты 5 на 3. Двигать особо не нужно было. Это время первой бригады большинства. Просто смысл в том, что они должны забивать. И авангарду удалось это сделать, хотя это удалось сделать в тот момент, когда уже Лукас Валмарк появился на площадке. Ну, и нам показывают единственного оставшего первогося легионера с предыдущего сезона в составе ЦСКА. Класс, Дальдер, это великолепный шведский защитник. Ну, фактически получается его удаление... А, еще и Джон Гилмер, да, прошу прощения. Я посчитал, потому что там же Светберг, еще на Светберг, он же казахстанский. Он вообще казах? Да, и он не считается легионером. Так что да, так в целом бригада легионеров ЦСКА поменялась достаточно сильно. Бросок от синей линии, но тут у Вилли Покета и вариантов особо не было, на него уже накатывался соперник, нужно было от шайбы избавляться. Снова Найт с партнерами на льду у Омского авангарда, а у ЦСКА, по-моему, только первое звено вышло вот в том виде, в котором оно было вписано в стартовый протокол, а все остальные сочетания уже перемешались. Вальмарк, Центрит, Слепышева и Григоренко, хотя должен был он связывать Константина Акулова и Сергея Плотникова, но что должен был, то всем простил. Вальмарк. Я так понимаю, Акула с Плотниковым еще пока не появлялись на площадке, но там, понятно, меньше слов было. А вот Андронов, Корнаухову на пятак, вычерчивает диагональ. А так это броска, дело так и не дошло, Корнаухов в борьбе и здесь приходит на помощь. Ахир Мингачев, между прочим, оказался сейчас на льду у ЦСКА, Корнаухов выезжает из-за ворот, прострел вдоль педага. Шайба попадает в конек Сергея Андронова, тот берет шайбу под контроль, поднимает на синюю, Нестеров катит вдоль линии, заставляя партнера поменяться. За позициями, как раз с Виктором Светбергом, не являющимся легионером, огромный защитник шведского происхождения, долгое время выступавший за Борис из Нур-Султана. Ну а здесь доезжаемый до первой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну закончился первый рекламный брейк нового сезона континентальной хоккейной лиги. Рома Александр, ну вот Сергей Викторович Федоров для нас человек, как тренер, я имею в виду, новый на тренерском мостике, на скамейке, поэтому интересно смотреть за тем, как он работает, то, что он говорит и вообще обращает внимание. Хотя он перед началом матча говорил на предматчевом интервью про физическую подготовку, что пусть даже начали немножко позже ребята, да, но в принципе он готов, вернее он доволен и кондициями, и то, как они себя чувствуют сейчас. Однако вот в этом отрезке, я обратил внимание, он постоянно говорит ребятам, что ноги не выключали, особенно себя в зоне, и вообще заставляет их хотя бы через столкновение, но продвигаться вперед, соответственно, к воротам авангарда. Ну вот, да, тренерам бы хотелось, чтобы они, чтобы кисти ноги включили в первой смене и выключили в последней смене сезона, где бы она ни была, как бы глубоко в сезоне она ни была, и, ну, хочешь не хочешь, от этого никуда, никуда не деться. Скорость, в том числе и хорошее движение, создает совершенно конкретное преимущество в любом виде спорта, в том числе и в Кокене. Ну вот как раз сейчас у ЦСКА первая смена Акулова и Плотникова, их связывает еще один шведский центральный, нападающий Юаким Нордстрем. Только такая рокировочка маленькая состоялась, в сравнении с тем, что было в протоколе, может быть, ошибочка, какая техническая, закралась. Из разных команд национальной хоккейной лиги два эти шведка перешли в ЦСКА, но, что любопытно, лучшие свои сезоны в разное время они провели в одном клубе, в Каролине. Там они устроили рекорд по заброшенным шайбам, по набранным очкам, были на хорошем счету, но вот как-то не задержались в среде ураганов и транзитом через другие клубы национальной хоккейной лиги, оказались в ЦСКА. Но еще предстоит нам для себя открыть этих мастеров временами, на предсезонке были заметны, но сама позиция центрального нападающего в таком клубе, как ЦСКА, она, в общем, располагает к тому, что все их действия рассматриваются под увеличительным секлом. Но, с другой стороны, и возможность себя проявить наверняка будет, да, то есть такие партненки, как Олаф и Клотников, или сейчас у Валмарка на площадке Слепышев и Григоренко, классные нападающие, как бы, и если их хорошо связать, то результативность будет совершенно нормальная. А может быть, да, и огромное количество возможностей проявить себя у этих ребят точно появится в составе. Соркин, Сошников и Попов. Легенда Омского хоккея. Еще раз повторюсь, человек, который принял участие во всех 14 сезонах континентальной хоккейной лиги. И таких сейчас в ХХЛ 32 человека. 32 гвардейца, которым годы не помехали. Соркин. А ворота авангарда, кстати, забросил свою первую жайбу в континентальной хоккейной лиге вообще. Пустые ворота матча прошлой регулярки. В регулярном чемпионате этой встречи остались за ЦСКА, но главные игры игрались в апреле. И там авангард две последние игры выиграл в сухую. Так что давненько уже армейцы не испытывали радости не то, что победы, а вообще от заброшенной шайбы в ворота Омского авангарда. Ну и сейчас пока тоже приходится не просто поначалу, но, во всяком случае, начало от хозяева. Их ты авангарда оставляет за собой, реализовал мощность толстыми забросить первую шайбу. И пока реальных угроз воротам Шимона Грубеца в этом матче было немного. Так, хорошую смену звено Андронова провело, крутя шайбу вокруг ворота авангарда. Но, тем не менее, все это опасным моментом или броском, опасным броском по воротам Грубеца не закончилось. Сейчас проброс. В исполнении авангарда и шайба вернется к воротам Шимона Грубеца, плюс меняться еще нельзя. Вот так, Каблуков, Дедунов и Жархов. Сейчас на площадке у авангарда, действительно, если уж кого-то хочешь видеть, там вбрасывание в своей зоне, то это должен быть либо Хорбан Найт, либо Каблуков. Люди отлично играющие на точке вбрасывания. Сейчас смена длинноватая, ну а мы с вами смотрим первую шайбу Цыглавика в континентарной хоккей-мелике. Реализованное большинство и первую шайбу в 14 сезонье Михаилов. Нормально так Дедунов включил ноги, налетел на Блажиевского и в итоге затруднил тому миссию по началу атаки. Акулов, зацепившись за шайбу, затащил, вез ее в зону плотников, набрасывает на витак, где дежурил Нордстрём. Однако шайба полетела в сторону от ворот, а вот здесь уже у Дедунова нет динамитов в ногах, шайба полетела в его направлении. И так, вроде и дернулся, вроде и сделал шаг, но понял, что нет. Баки пусты и пора на честном слове на одном крыле туда на лавке, благо вот она рядом. Половина первого периода позади, 1-0, авангард впереди. Слепышев с неутопной и на месте. Шимон Грубец. Момент был хороший, передача Слепышеву на ход, так пришлось тянуться за ней, было бы чуть точнее, точнее удалось бы скорее всего и скорость сохранить. Тогда он мог попробовать и вывести шайбу на пятак, а здесь тянулся за шайбой и в результате потерял равновесие. Антон Слепышев и бросок получился не сильный, хотя момент мог быть интересный. Ну и Михаил Григоренко, вернувшийся в состав ЦСКА, вернувшийся в континентальную хоккейную лигу, тоже человек с великолепным броском, который, безусловно, усилит атаку ЦСКА. Но, правда, вот по первому периоду возможности поатаковать пока у армейцев было немного. 7-4 пока преимущество авангарда на точке. Вальмарк у ЦСКА против Горбана Найта. Введена шайба в игру, достается она армейцам и сразу заряжает Светберг. Но традиционная фирменная оборона авангарда никуда не делась. И очередная шайба на дальнем подлете к цели оказывается сбита. Противовоздушная оборона, а мячей по-прежнему в порядке. Цегларик не дает шайбе выйти из зоны, отправляет ее через борт в направлении ближайшего партнера. Но вот именно что в направлении. Григоренко, а вот момент у Вальмарка стихийно возникает. Шайба очень удачно к нему отлетела. Неудачный для Поки получился рикошет. Но Вальмарк в створ не попал. Григоренко над Дальбека. Дальбек обратно по борту на противоположный фланг. Тут Сергеев идет в угол. И из ворот Григоренко, но правый от себя угол надежно перекрывает Грубец. Григоренко ловко выхватывает шайбу из воздуха, давая возможность партнерам еще побороться. Соркин на партнера за воротами. Так близко к воротам располагаются нападающие ЦСКА. Нет возможности у Попова оттуда сделать передачу. А вот сам Попов сейчас, кстати, под Соркина открывался. Но молодой нападающий не успел сделать перевод. И смотрите, два нападающих ЦСКА занимали позицию на пятаке. Вроде закрывали Грубецу обзор, но проблема была в том, что сразу три игрока в черной форме находились на линии броска армейского защитника. Причем первый из нападающих был очень близок. И существовал огромный риск просто попадания в блок и контратаки. И поэтому как такового-то и броска не получилось у армейцев. Да, и при этом такую длинную, хорошую смену в атаке какие-то ЦСКА провели. Но момент для хорошего броска поворотов так и не нашли. Вот момент, который возник в самом начале этой смены у Валмарка, так и остался самым опасным броском. Поворотов фактически не являлись броском-поворотов. Просто в отличной позиции Валмарк, наверное, находился на поворотах и не попал. Но, по крайней мере, это уже хороший знак армейца. Провели позиционную атаку, выиграли ряд нейтральных шайб на бортах, что и позволило им так надолго задержаться. Но другое дело, что опять же, вот эта системность в обороне омской команды никуда не делась. И наверняка отработке именно этих схем было уделено куче времени в межсезонье. Учитывая количество наличков в составе Омского клуба континентальных хоккейной лиги, действительно над системой работы должны были очень-очень много. А вот сейчас очень неплохой бросок от Константина Акулова с обходом в зону. Ничего особо не выдумал. Один из лучших моментов у ЦСКА в первом периоде. И из лучших моментов у ЦСКА в первом периоде. Ключево 총 223-го юра 900-го юра 100-го 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 юрг. Ром, Саш, да, вот перед началом сезона «Авангард» изначально, в принципе, анонсировался как такой мощный коллектив игроков, подбирали больших, но действительно вот по левую руку от меня и смотрю, по-крупному смотрится команда, может быть, у страха глаза велики, но в любом случае отдает все-таки вот этой вот силой какой-то и мощью, о которой как раз таки говорили, Второй половиной периода Боб Картли, конечно, в меньшей степени доволен, чем вот первая половина была до первого рекламного брека, но и понятно, здесь ЦСКА что-то окопались, как вы правильно уже заметили, в любом случае он заставляет их идти вперед, тут у себя все закрывать по возможности и возвращаться в ЦСКА, в зону ЦСКА и там уже мучить соперника бросками Ну, по-хорошему, да, вот между двумя этими рекламными паузами ЦСКА не только подравнялся по броскам, но и вышел вперед, при учете того, что ЦСКА, ну, получается, минут 50 играл в меньшинстве, да, в первом периоде и при этом вот в последних сменах ЦСКА, по крайней мере, имеет территориальное преимущество, проводя достаточно много времени на половине поля «Авангард». Понятно, что тренинг с масштаба «Авангарда» это не может нравиться. Мало того, что играл в меньшинстве, так еще играл в 3 на 5, между прочим, что, в общем, подразумевало большое количество бросков со стороны соперника. Ну, а теперь при потере накрывают игроков «Авангарда» в зоне, мешая им добраться даже до красной линии, но там Дедунов не особо и настаивал, он снова дал все, что мог в этом отрезке и опять сменился. Друзья, очередная волна атаки, Григоренко, и здесь Клюшко, и здорово играет Емелин, не позволяет Григоренко попасть в створ. Блокшот – это не всегда героизм запредельный, иногда это просто техника, и эту технику сейчас Алексей Емелин продемонстрировал во всем великолепии. Причем, кроме техники, эффективная игра Клюшко, Клюшко все-таки это продолжение своей руки, хочешь не хочешь, на 2 метра, и здесь не всегда действительно заблокированный бросок, это вот что-то, что игрок принял на себя, а иногда достаточно просто Клюшко встык вставить и этим просто ликвидировать момент у своих ворот. Потому что бросок Григоренко с ползона, то мы вполне можем считать опасным моментом, если бы он получился, а не получилось все капитана авангарду помешать. Рейдеборн ошибся в передаче и искали мячи Парре на дальнем пятаке, но в итоге исправили. Армейцы свою ополошность, и Рейдеборн приступнул шайбу, которая там уже на последнем издыхании к нему припрыгала под ворота. В последние минуты не особо много работы у Адама Рейдеборна, что касается полевых игроков ЦСКА, то им удается создавать моменты на половине поля авангарда, ну и сейчас, кстати, не самые уверенные действия на выходе от вороталя ЦСКА, от новичка ЦСКА в этом сезоне, но все сложилось для армейцев здорово, в итоге Рейдеборна пришлось вступать в игру и накрывать шайбу на своем пятаке. Парре выиграл точку для авангарда, теперь он из-за ворот под давлением Болжиевского, такую скрытую передачу на пятак отдавал. Парре у нас с Толчинским и Косовым, да, появляется на льду. Второе звено авангарда по заявке в сегодняшней игре. Толчинский набирает скорость, автор результативной передачи в этом матче устремился в брешь между Слопкиным и Нестеровым, но там как раз Нестеров здорово корпусом сыграл и оттер Сергея Толчинского, который вот концептуально не совсем вписывается в эту большую и мощную команду, но игровички-то они, а вес золота везде. Нужны инструменты такие, как лоб, но нужны и тонкие инструменты для того, чтобы взлопнуть оборону соперников. Ну, не только тонкие, но и скоростные еще, да. Скорость у Толчинского великолепная. Скорость, мы уже отмечаем, в современном хоккее играет огромную роль, потому что возможности бороться со скоростными игроками у защитников сейчас уже не так много. Ну и не будем забывать, Толчинский самый полезный игрок последнего розыгрыша Кубка Дагалина. И это тоже, как бы, большое достижение для любого игрока, в том числе и для такого нападающего Толчинского. Береглазов вбрасывает шайбу в зону соперника. Здесь в углу не сразу, но распорядился Светберг. Так распорядился, двинул шайбу в сторону ближайшего партнера. Предложил тому решать проблему, но от Кира Мингачева из зоны не выпустили. Со второй попытки выйти удалось. Мингачев продолжает выходить с Андроновым и Корнауховым. Хотя изначально вот с ними, извиняя, как раз Попов значился. Но Попов нашел в себя с Торкиным и Солчниковым. Здесь тоже вот такая перестановочка на краю. Ну, мы, да, видели уже, да. Я бы не сказал, что это игры какие-то. Пока просто рано, рано начинать играть в такие игры. Это плей-офф иногда имеет значение. Сейчас-то, ну, в следующий раз ЦСКА с Абонградом встретится 3 января. Уже в 2022 году. Поэтому здесь пытаться там кого-то обмануть. Ну, на особого смысла нет. Не так, как когда ты из-за дня в день встречаешься. А просто, на самом деле, в моем понимании, Мингачев появился с Корнауховым и Андроновым. Они провели очень хорошую смену. Там вот крутя шайбу вблизи ворота, грубятся. И, скорее всего, тренеры именно и оставили это сочетание. В надежде на то, что они будут так делать, ну, как бы, если возможность появится, будут продолжать делать то же самое. И пока по первому периоду, ну, неплохо получается у Мингачева. Это хороший, молодой, габаритный нападающий, который вот в первом периоде этого нового зима Константинга в хоккейной лиге действительно смотрится неплохо в сочетании с Корнауховым и Андроновым. А главное, голод до игры. Тахир Мингачев попадал в заявку и проводил достаточно много времени в матчах, где армейцы давали отдохнуть своим лидерам. Но, по большому счету, был таким игроком ротации. В этом сезоне у Мингачева хороший шанс вот в этих нижних тройках получить место на постоянной основе и провести самый такой насыщенный сезон в профессиональном хоккее на высшем уровне. Якупов все-таки набирает скорость и объезжает Плотникова. Бросок от борта там уже Сергеев выбрасывался на перерез. На Илю Якупову контратака ЦСКА и здесь долетает шайба до... Ох, там Немерин с Плотниковым, да. Плотников этот так провоцирует себе дороже. Да он сам кого угодно спровоцирует. Вот и я о том же. Да, понятно, что в некоторой степени и авангард обозначает, что мы вам здесь не рады. Но, с другой стороны, смотрим мы за простом к Плотниковым. Пока, пока... И опять очень четко Емельин с Нюшкой сыграл, но арбитры дают понять, что не потерпят они вот эти выяснения отношений в стиле «А ты кто такой?» Это не мы с тобой такие умные. Это и арбитры тоже. Я говорю, был бы кто-то на самом деле другой, а не Емельин с Плотниковым. Скорее всего, ограничились бы предупреждениями. А здесь, понимая, да, ну, что, скажем так, этим игрокам нужно время, чтобы остыть, для эмоций пока тоже, опять же, пока немножко рановато. Сразу по две минуты успокоится, потому что и Емельин предпочел бы оказаться на площадке, да, пускай в ситуации 5 на 5. Да и Плотников, наверняка, предпочел бы помочь своей команде в атаке, находясь на площадке, а не смотря за происходящим со скамейки для Штропова. Так что и судьи тоже молодцы, не стали стоять в стороне от этого эпизода. Вбрасывание придется повторить, не понравились. Это Глеб Лазарев, ему действия Лукаса Балмарка. Новичкам континентальной хоккейной лиги, у нас Алексей Анисимов не раз отмечал, да, что у нас очень высокие стандарты вбрасывании и линейные арбитры, которые с этими стандартами очень быстро разбираются, поэтому новичкам, таким как Лукаса Балмарка, придется, но я так думаю, что потратить немного времени на то, чтобы привыкнуть к требованиям на вбрасывание, но он сейчас, сейчас предупреждение получил, и выиграть вбрасывание против Францисса Фара не сумел. Ну там опять так завязались очень плотно центральные нападающие в тугой узел, как Лау Каун и Змей, но в итоге все получилось. Разъехались и понеслась. Береглазов возглавляет контрнаступление своей команды Толчинский. Снова отличный перевод, подкидка радиоуправляемая, но вот Юшка Паре шайба все-таки перепрыгнула. Может быть Паре там уже высматривал, куда бы эту шайбу метнуть, и поэтому не сконцентрировался на приеме. Вальмарк оставляет шайбу Нестерову, который приезжает в угол, и никак он от постырного Паре оторваться не может. Уходит на вираж, но Паре тенью следует за ним. Нестеров за счет длинный рук сохраняет контроль. А вот этот вираж был хорош, удалось на мгновение скинуть Паре с плеч, но передача до партнера не дошла. Продолжают армейцы, контролируют шайбу в зоне соперника. Сошников пошел на второй круг, но тут уже Вилипока проводит силовой прием, и шайбу берут амичи под свой контроль. Береглазов в этой игре 4 на 4 почувствовал себя нападающим. Снова он впереди всех на лихом коне. Может подсказывать, да, что меняются. Один такое бывает с камерой слышно, и поэтому Береглазов тоже не просто забросил шайбу, а еще и пытался поддавить, чтобы врата от ССК быстро не начал. Тем временем Слепышев вроде так в ситуации ничего не предвещавший швырнул такой Каменюку в грубице, что тот с трудом, как показалось с нашей позиции, отмахнулся от этой шайбы, пущенной армейским нападающим. Но бросовку у Слепышева тоже категория известная. Найт правым флангом, и все-таки доходит шайба до Цегларика. Цегларика далее за ворота, но там и так уже Каски тоже оказался слишком глубоко в атаке, поэтому особо не стал бороться. Емелин на лавку, Плотников остается на площадке. Закончился штраф у несостоявшихся Дрючунов. Бросок по воротам, и снова Вилли Пока на пути шайбы. Дидунов, и здесь Плотников сильнее, Плотников настойчивее. Ему достается шайба, позиционный атак армейцев. Бросок Акулова в ближний угол, но там угрубится ловушка. Ну там, да, и высоковатая шайба пошла. Константин Акулов как раз как есть, который может попасть в ближнюю девятину, что сейчас и пытался сделать. Ну а нам повторяют единоборство Валмарка и Вилли Поки. Здесь такое вбрасывание запоминающееся получилось для Лукаса Валмарка. Событий было более чем достаточно. Ну и Алексей Емелин, отсидевший две минуты, сейчас возвращается на площадку, учитывая, что играть в первом периоде меньше минуты, 57 секунд, как раз самое время. Для капитана, защитника авангарда находиться на площадке. Тем более на вбрасывании в зоне Шимона Грубеца. Найт на вылет из зоны, но шайба пролетела к Светкаргу и Наиль Якупов без тени сомнений ловит эту шайбу на себя. Вот вам и тонкие инструменты. Если нужно, команде Боба Хартли шайбы ловят на себя все. И в этом отношении, как раз в прошлом сезоне, в плей-офф, мы, может быть, с новой стороны, даже для себя Александра Коклачева открыли игровичка Тихнарика, который вот в своей непосредственной обязанности выполнялся с трудом, но для победы делал все, что требовалось. Нужно было втыкаться, он втыкался. Нужно было копать, он копал. Завоевал свой кубок. Да, не остался в команде на этот сезон, вернулся в Спартак, но тем не менее, вот как хоккеист, я думаю, он это признает, вырос неимоверно. Кстати, у него день рождения. То ли был парней назад, то ли вот будет в ближайшее время. В общем, наш поздравление. Бросок Киселевича на последних секундах и все. 1-0. Авангард впереди после первого периода. Александр, для обновленного КХЛ и КХЛ Прайм, что скажете по первому периоду? Ну, на самом деле, такой плотненький период получился. Начал авангард, начал получше, добрался до первой заброшенной шлейбы, реализовав большинство в начале. А дальше, ну, относительно ровненький такой хоккей, в котором ЦСКА вынужден был реагировать и приложил достаточно много усилий для того, чтобы ситуацию в счете выровнять. Но в первом периоде этого сделать не получилось. Поэтому, я бы сказал, для первого матча сезона исключительно качественный хоккей. Мы увидели в первом периоде в матче, ну, получается, двух лучших команд прошлого сезона. Команд, которые между собой решили, кто будет обладателем КУП «За камера». Обновленная Наталья Гларк с интервью после первого периода. Наталья, ваш выход. Спасибо большое, Роман. Всех заинтриговали. Петр Цегларик после первого отрезка. Петр, так получилось, что заброшенная шайба в большинстве в первом же матче. Уже чувствуете эту химию спецбригады в вашей? Чем это связано? Возвращение первого матча, стартового матча в сезоне по физическим кондициям, собственно. Как вы думаете, что в следующем матче не было так круто, как в вашей форме кондиционер? По-моему, хорошо. Я думаю, что команда готова, чтобы уходить. Но, просто, мы будем делать лучше в этом месте. Мы будем делать лучше в этом месте. Я думаю, что мы будем делать лучше, чтобы уходить на пак. Мы играли много в Д-зоне, и это очень много энергии от нас. Мы будем делать это сейчас. В плане кондиции нет никаких вопросов. Команда чувствует себя хорошо. Просто нам нужно своими моментами лучше распоряжаться, больше идти на ворота. Мы слишком много времени проводили в своей зоне. Думаю, что это, конечно, нам стоит подтянуть. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Словак справился. 1-0. Ну и давай еще отметим переводчика, чемпион Натальи Коваленко, которая помогает нам слышать англоязычных игроков Омского ванга. Достаточно часто, да, и Боб Харты дает интервью, и, в принципе, сейчас, опять же, приятно видеть, что автор заброшенной шайбы сейчас, после первого периода, поделился впечатлениями от своей первой официальной игры в континентальной хоккейн-регии, от своей первой заброшенной шайбы. Но после того, как ЦСКА пропустила в меньшинстве, действительно играл с преимуществом, я говорю, для меня статистика блокированных бросков все-таки, знаешь, она двоякая. То есть, с одной стороны, сейчас этому компоненту уделяется огромное внимание, с другой стороны, это значит, ты много времени проводишь в своей зоне, ты вынужден блокировать броски. 1-0, а «Авангард» выигрывает в «Валашихе» у ЦСКА первого матча 14-го сезона КХЛ. Каждый болельщик знает, болеть нужно душой, а не спиной, быстро гейбать. Возвращаемся в «Валашиху». Меньше минуты до начала второго периода матча Кубка Открытия между «Авангардом» и ЦСКА 1-0. А мячи впереди Петер Цегларик, автор первой шайбы сезона 21-22, новичок континентальной хоккейной лиги. Старожилы Касский и Толчинский ему в этом деле ассистировали 5, но уже формально на 4. Отличились о мячи, но вышедший со скамейки черт-молевой игрок ЦСКА тут даже добежать до эпицентра событий не успел, даже в кадр не вкатился. Ну и Шимон Грубец, у него работы было тоже более чем достаточно, несмотря на то, что «Авангарда» удалось быстро реализовать большинство в начале первого периода и забросить первую шайбу. После этого работы больше было как раз у Шимона Грубеца в воротах «Авангарда». Но, с другой стороны, мне так показалось, что достаточно рутинной была эта работа у Грубеца, каких-то невероятных спасений он не совершал. С другой стороны, это как раз показатель тоже большого вратаря, который делает свою работу без излишнего героизма и складывается такое впечатление, обманчивое, что все очень легко достается. Вполне возможно, что вот достиг такого просветления Шимон Грубец, что действительно сложные задачи решает легко и непринужденно бросок от борта и переводит шайбу в угол площадки. Шимон Грубец с Лепышев там передал ему очередной привет «Вальмарк» со Слепышевым и Григоренко на льду у армейцев с Лепышев. И вот прошла эта передача, но потратил время на обработку Григоренко и момент, ушел, переместился к Грубецу, а там еще перекладывая Григоренко, выпустил шайбу за линию ворот, да и в итоге момент был упущен. А Слепышев-то здорово все придумал. Ну да, при том, при всем при этом, первая смена для звена Францисса Паре продолжается, сейчас проброс, опасность в своей кладке ликвидировали, но меняться сейчас игроки «Авангарда» не могут, а ЦСКА и так уже по ходу первого игрового отрезка наложил два звена на звено Францисса Паре, и сейчас в Брасоне в зоне Шимона Грубеца во втором периоде до своей скамейки «Тотереговат» там добежать. Хотя, конечно, по большому счету, только что с перерыва пришли, так что перегрузиться еще не должны были игроки «Авангарда». А у «Авангарда» с Францисом Паре на точке продолжаются античные сюжеты, сейчас почти они заходили на сценку Геракул и Немейский и Лев, но, опять же, вовремя вмешался линейный армитр, и со второй попытки уже без излишнего кровопролития и какого-либо удушения разошлись в точке. И Толчинский подхватывает шайбу упавшего в своей зоне защитника ЦСКА, перевод на партнера, но бросок именно что в сторону, опять же, ворот армейцев. Григоренко вечерчивает диагональ над Дальбека, Дальбек окидывает поле сражения орлиным взглядом и не находит ничего лучшего, как запустить шайбу обратно по борту на противоположный фланг, там Вилли Пока вмешивается, и от его клюшки шайба попадает в заградительную сеть. Брасывает поворот омской команды, ну и пора исправлять впечатление от этого неудачного начала. Для этой цели Корбен Найт и его партнеры по ударному звену командированы на лёд. Отмечали мы, да, что очень много бросков блокирует авангард, и сейчас этот флангальберг просто не осмелился так спести и довести шайбу до ворот. Нужен был её просто сохранить в зоне, и всё закончилось тем, что французский великол шайб покинул пределоплощадки. Правда, ЦСКА так вот как в концовке первого периода, так и в начале второго так прочно обосновался на половине поля авангарда в начале второго периода. Акулов подкладывает шайбу в своей зоне, но не стал ложиться на боевый курс, предпочел обыграться с ближним. Цигларик там включился в прессинг, и Дальбека заставил разворачиваться. Поменялись мячи. Смена Толкорбена Найт и Сотоварища получилась очень-очень короткая, но там как раз Каблуков вышли, Каблуков и его партнеры вышли давить армейцев в дебютных фазе, а так, Сошников за ворота. Там Попову предлагается побороться, он шустро втается в это дело, расталкивая соперников локтями, буквально в борьбе за шайбу, но вся эта живость не привела ни к чему серьезному. Сошников проткнуть соперника удалось, но может быть не так, как хотелось Сошникову. Скоростой атаки нет, и снова разворачивает на этот раз Гилмара в средней зоне. Перемещение Каблукова, а вот и Жарков поборолся, да, перехватил передачу, но поддержки у Жаркова не было, поэтому и атаку организовать у авангарда не получилось сразу. Правда, свежие игроки, сейчас звено Шевченко появилось на площадке, и они чуть ли не первый раз так сумели с шайбой закрепиться в зоне Адама Рейдыборна. Да, тут Комаров, Шевченко в центре и Грицук, который получал время в большинстве на предсезонке, но опять же в тех матчах, где отсутствовал Цеглари. В основном это происходило. Ну и в зоне с этими партнерами, ну что, Грицуку нужно пробиваться, нужно демонстрировать себя. Посмотрим, как у него будет это получаться. Сейчас придется возвращаться третьим нападающим в оборону, но и длинная смена для Звена Андронова получилась, для Звена Попова получилась, и поэтому на смену поехали игроки ЦСКА. Звено Андронова сейчас появляется на площадке с Мингачевым и Корнауховым, так что, начиная с середины первого периода, играет Сергей Андронов. Нестеров подключается аж до лицевого борта, но там амичи разбираются, Емелин и Попка чувствуют друг друга замечательно. На коронке разыграли шайбу под давлением, мы в итоге вывели ее из зоны. Здесь Косов отправляется за ворота под конвоем Светберга, который не собирается с ним там расставаться. А вот здесь ошибка. Короткая передача на партнера, но Толчинский легок на ногу, он уже в своей зоне. Смяли Емелина в борьбе у борта. Емелин так на всякий случай посмотрел на арбитра, тот говорит, нормальный силовой прием. Продолжаем. Уальмарк ошибается перед своими воротами. Хорошо был Дальбек, но у игроков авангарда с собой было. И в итоге на Ильи Купов оказался лишним. В этой атаке бросил на месте Рейдборд. Бауза у нас. Рейдборд. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но вот такой поставленный комбинацион на игре больших угроз воротам соперника ЦСКА пока не создает Но мы отмечали, что и огромное количество бросков блокирует Авангард и вообще Авангард играет очень внимательно перед своими воротами А если все это еще наложить на такой хороший размер игроков Авангарда, то не так просто туда к воротам пробиться, а когда ты пробиваешь, ты находишься в единоборстве и найти шайбу для вторых шансов там не так чтобы просто И действительно, когда такие моменты возникают, тогда и вратарю сложно с такими первыми бросками, какими бы они сильные не были, да, вратарь сейчас справляется достаточно уверенно, а вот вторые шансы появляющиеся с добиванием Акулова, это всегда неприятно для вратаря, потому что он вынужден перемещаться, вынужден шайбу искать, вынужден на самом деле искать траекторию полета шайбы, потому что Акулов сам пытался направить ее в ворота, но с лета там попадешь, а на траекторию это немножко непредсказуемая Поэтому вот этого, может быть, армейцам в сегодняшней игре не хватает, но с такими сложностями будет сталкиваться любой соперник Авангарда, Авангард знает, что он делает перед своими воротами, как играет и пройти такую оборону очень-очень непросто Для Акулова тоже принципиальный матч, дело даже не в результате ошибки в овертайме того самого поворотного матча в финальной серии, он просто из Новосибирска, а это в общем тоже такая классика, отечественная Новосибирск против Омска Остановлена игра Положение вне игры Да Поперечная передача, и у Вилли Поки шайба так подорвалась на трюке, и в итоге, пусть и не серьезно, но покинула зону, по мнению линейного арбитра, и возникло положение вне игры Ну и бросок Толчинского, как мы отмечаем, Толчинский тоже прекрасно знает, что подорвать большинство атак начинается с броска, и в данном случае острота угла значит немного, если на пятаке есть нападающий, который за эту шайбу поборется, это был Корман Найт, которому добраться до шайбы в этом эпизоде не удалось Корнаухов отправляет шайбу за ворота, там Андронов рад стараться, ставит корпус, не пуская к шайбе защитника омского авангарда Гончарова На коротке здесь пытаются армейцы шайбу разыграть, освободиться от опеки, в итоге теряют ее, там же замельчили, уже без скорости находились все без исключения игроки в белых свитерах Деваться тут особо было некуда, а мечи в зоне атаки, Цегларик скидывает Гончарова на синюю, тот дальше в куче в надежде на то, что на Ильи Якубов доберется до него, но там Средперк своей двигающей клюшкой все порешал Найт с неудобной просто на выход, причем так достаточно аккуратно, а арбитры сразу разводят руки в стороны, давая понять, что не будут останавливать эту встречу Ох, как там подключался Слепышев, прям просил шайбу у Вальмарка, Вальмарк в итоге бросил и головой Шимон Грубец эту шайбу отбил Снова такой, да, стоп на пятаке, может быть и тренеру ЦСКА подсказали, что побольше шайбу, причем верхом направлять в сторону ворота Авангарда И искать вторые шансы там, во всяком случае во втором периоде так проглядывается немножко такая тенденция Много бросков идет по воротам Шимона Грубеца и много бросков так достаточно, ну, верхом идут высоко, заставляя реагировать ворота Авангарда И не всегда просто с этими бросками справиться, а вот когда и рикошет, понятно, что предсказать такой рикошет тяжело и Грубец Ну, на самом деле, даже видел, что шайба летит ему в маску, но при этом стоял до конца, понимая, что там среагировать чем-то еще, скорее всего, просто не получится Неприятный рикошет после броска в Вальмарка, ну и спокойные, опять же, действия 11 номера Авангарда, Шимона Грубеца в воротах омской команды Сейчас интересная такая ситуация была, ну, смену нужно проводить так, чтобы выдать максимум, но оставить еще немножко, чтобы ускориться непосредственно на смену в процессе игры А тут после свистка ускорился слепышем к лавке и что-то там защитнику своей команды объяснил, как жить дальше Ну, есть определенные вещи, да, там, как бы договариваются и тренеры указания дают, да, там, что там шайбу сохраняют в зоне или наоборот, там, или доводить до ворот Ну, вот, скорее всего, какие-то вещи, о которых договаривались игроки или тренеры в перерыве Сейчас не удалось выполнить защитнику, именно это и потребовало такой реакции от слепыша Я тоже так удивился, что действительно буквально рванул на скамейку слепыша Я, правда, подумал, что он, как бы, учитывая, что у ЦСКА в атаке получается очень неплохо Он хотел побыстрее свиниться даже в этой паузе Побыстрее, да, свежих игроков, чтобы не терять, ну, такую инициативу, которую ЦСКА пытается захватить под свой контроль в первой половине второго периода И не безуспешно, хоть авангард отвечает достаточно опасными атаками и моментами у ворот Адама Рейды Борна Но так, по крайней мере, опять же, как и в конце первого периода, побольше шайбы играет ЦСКА И, соответственно, пытается, пытается добраться до своей заброшенной, первой заброшенной шайбы в этом сезоне Ну да, собственно, моментов у Амичей Ну, раз-два, и, наверное, вот это уже обчелся во втором периоде И, опять же, момент этот произошел после ошибки ЦСКА в своей зоне Как в безобидной ситуации просто взяли и подарили шайбу сопернику Парре ошибается Соркин сохранил шайбу в зоне, но дальше его все-таки Переглазов вытестят Каски Перед ним есть свободное пространство Каски не торопится его заполнять Но вот так добрался до красной линии И тут уже можно сбрасывать А там партнеры поборются И аккуратно так Толчинский подвинул Местерова Словно несгораемый шкаф на скользкой поверхности Местеров проехал К Толчинскому шайбу пришла Но дальше Этой плодотворной дебютной идее дело не пошло А здесь очень затейливый вход в зону От Владимира Брюхвина Это едва ли не первое его появление в этом матче В первом периоде был На площадке Тоже немного времени проводил Сегодня по заявке к 14-м нападающим Владимира Брюхвина В 13-м На этой пересезонке были и 14-м Но он сегодня к 13-м нападающим И действительно, наверное, его первая смена Во втором периоде Сейчас и чуть пол не убежал Один на один После такой интересной передачи Вот Сергей Толчинского На свободный ряд в расчете на скорость своего партнера Выбрасывал шайбу И сработало Это очень и очень неплохо Просто передача получилась не совсем точная и удачная Для Владимира Брюхвина Обработать шайбу и выиграть единоборство скорости у Светберга У Владимира Брюхвина не получилось А так как это готовец Отдавал шайбу в среднюю зону Ну и очень интересный моментик Еще и не закончилось нарушение правил Потому что тянулся фактически через плечо Брюхвина Высокий Светберг, пытаясь выбить шайбу И задел нападающего Авангарда Но без нарушений правил По мнению судей, действовал в этом эпизоде Защитник ЦСКА Вальмарк Так, обратим внимание Выиграл у Корбена Найта Точку Слепешев собирался Вилипоку раскалывать Но в итоге ускользнул Вот этого силового приема Финский защитник Омской команды А теперь Цегларик накрывает Сергеева Заставляет его от шайбы избавляться без четкого адреса Бросок в боке от синей Не зафиксировал шайбу Рейдеборн И налетевший Цегларик Снова оставил ее в распоряжении своей команды Помка на этот раз уже просто по борту Поскольку линию броска Слепешев перекрывал Как и должен делать в подобных ситуациях крайних нападающих А вот уже Слепешев в зоне атаки Бросок поворотом И на месте Шимон Рубе Любопытная ситуация Мы уже говорили про Слепешева Который о чем-то говорил с защитником Там в первых деталях может быть огромное количество Вплоть до того, что там с места отбора вперед И эту передачу ждут нападающие На мой взгляд интересный момент Вот Рейдеборн Когда после броска Поки Игру останавливать не захотел Потому что его команда играет с инициативой А Грубец Ну, я не хочу сказать, что после броска Слепешева Он мог попробовать, продолжить Но это как бы совершенно другая игровая ситуация Для авангарда, который сейчас вынужден много обороняться И для них вот каждая пауза Это возможность В первую очередь игру успокоить Выпустить свежих игроков Которых тренера считают нужным На вбрасывание в своей зоне И вот такая вот небольшая разница В действиях авторей В зависимости от того, что происходит на льду Норстрема Кабулукова вбрасывание тоже выиграл У Нестерова сломалась клюшка Оперативно ему дали другую Но все равно Какой-то доли секунды потратил На замену инвентаря И этой доли секунды едва не хватило Дедунову, чтобы оказаться на пятаке И перебравить шайбу в ворота Сориентировались Причем и сервисмен ЦСКА Побежал за клюшку Но кто-то из полевых игроков сориентировался Сориентировался быстрее И передал свою клюшку Нестерову Потому что, ну, защитник в обороне без клюшки Это все-таки Такое хорошее преимущество Это все равно, что кавалерист в атаке без сабли Ну, типа того, да Потому что, как бы Мы отмечались в первом периоде Насколько эффективно Немеренно действуют клюшки в отборе Поэтому и здесь тоже Там она Под удобную руку, не под удобную Все равно Попалка в руках для артистов Намного привычнее Не дают по полу разогнаться Опять насыщенные игроками пространства в средней зоне Омского авангарда И за счет этого не позволяют Они армейским нападающим создавать Запас скорости Который позволяет творить чудеса Уже за чужой синей линией И вот все время туда С боями приходится пробиваться москвичам И игры зафиксировано у Толчинского 7.47 До конца второго периода паузу С неудобной сообщественной пары Начинаем с ответа И теперь Накомость випно Дается проб усы И теперь сегодня В два задания Разрешенных учеников И замечательно Доброе утро Доброе утро Ура! Играет музыка Такой забавный момент. Каски так ловко и в то же время сильно принял шайбу коньком, что по футбольному, что потом еще какое-то время ездил и смотрел на тот самый конек, не повредил ее там что-то. Но это все детали. Вот смотрите, Рома и Саша, понятное дело, что авангарду немало приходится бороняться. Но вот Ребыкин что предлагает? Понятно, что у себя в зоне постоянно приходится работать, но он им предлагает не бояться иногда рисковать и как раз таки уходить вперед, как только сразу кто-то из игроков авангарда принимает шайбу и имеет ее под своим контролем. Ну, Дмитрий Ребыкин, ты как раз понимаешь, четвертый игрок там в атаке. Он просто может позволить, во-первых, создать момент, а во-вторых, просто перевести игру в чужую зону. То есть основная задача-то, когда ты играешь в твоей зоне, тогда понятно, обороняться. Но для того, чтобы играть уверенней, нужно брать под контроль шайбу, нужно переводить ее на половину поля соперника. Уж как бы лучшая оборона это атака, как говорится. Лучше обороняться, когда шайба в 60 метрах от твоих ворот, тогда уж точно никакой угрозы твоим воротам нету. А так по второму периоду многовато, приходится обороняться авангарду. И пока изменить эту ситуацию получается нечасто. Хотя, как мы уже вспоминали, хороший момент создать удалось. И у Якупова был отличный момент. Пожалуй, может быть такой момент, которого не было у ЦСКА в втором периоде пока еще. Несмотря на то, что команда много атакует. Армейцы выигрывают точку. И вот отличный момент у Мингачева. В прошлом эпизоде он так рукой. Все-таки шайбу ворот переправлял. И с вероятностью 90% этот гол бы арбитры не засчитали. А вот тут на добивании снова тот самый момент второго шанса могло и получиться у Цахира Мингачева. Но снова Жимон Грубец на линии огня. Мы отмечали, что в первом периоде была великолепная смена от Длина Андронова именно с Мингачевым. Когда они так очень настойчиво везли шайбу на пятах. Ну и сейчас в последний момент показал, зачем все это делать. Потому что когда возникают шансы отскоки от этих ворот, там вопрос в некоторой степени удачи, в некоторой степени движения. И действительно, на моих словах, что пока у ЦСКА не было такого хорошего момента, как был на Ильне Купова во втором периоде. Вот у Мингачева был момент, может быть, даже и получше, когда ему удалось добраться до шайбы на пятаке перед воротами Шимона Грубеца. Найт выиграл вбрасывание у Альбарка, чтобы тот не расслаблялся. Счастливую шайбу срочно вернуть. Это уж такая примета прям рабочая. Так бежал человек за четыре ряда, чтобы эту шайбу поймать. Но не оставил себе, а вернул. Но по протоколу ее все равно. Сдают в холодильник, где будет ожидаться она своего часа. И новая шайба в игре. Новая, она тоже умная. Да. Емелин загружает шайбу в зону соперника. До Якупова она не доходит, но штаб Нестеров играет на опережение. Атака 2 в 2, 3 в 2. Догоняющая есть, но армейцев численное преимущество. Григоренко не отдал, не бросил. И это преимущество сошло на нет. Ошиблись. А мячи где-то не доработали у ЦСКА. Такая атака с преимуществом получилась, но не дошло дело до броска. Рикошет, но уже с внешней стороны шайба попадает в сетку. Это не страшно. В оку на пятаке попадает Слепышев. Армейцы снова берутся за дело. И теперь то ли стойка ворот, то ли грубец на перемещении. Цепляет бросок Слепышев в упор. Еще один замечательный момент армейцы создают. Но реализация начинает. У армейцев как-то уже хромать, можно сказать. Потому что моменты-то появляются. И моменты отличные. А гола нет. Да. И пока, по-моему, Шимон Грубис отразил второй бросок Слепышев. Такая хорошая атака, которая началась с отличной атаки схода. Но там броска нанести не удалось. Перевели в позиционную атаку. Московские армейцы. И в итоге пару хороших моментов создали. А сейчас авангард отвечает броском Оливера Каски. Бросок такой плотный получился. Рейдебон реагировал поздновато, но шайба прошла не ворот. Шайба так еще пулей очень удачно выскочила на пятак. Но там на части ЦСКА не было никого из игроков в черном чемпионском свитере. И вот, пожалуйста, еще один момент подставляет Попов. И опять шайба не пересекает линию ворот. Благодаря геройствам Шимона Грубеца. Который вот этот второй период уже может заносить в портфолио своих лучших моментов континентальной хоккейной лиги. Тут ему соперники поти лица помогают. Принимает горячее участие в составлении этого самого портфолио. 10-5 по броскам по воротам во втором периоде. И работы у Шимона Грубеца достаточно много. И так потихонечку-потихонечку армейцы подпираются в портам авангарда. Все чаще и чаще создавая такие хорошие моменты для бросков. Заставляя Грубеца реагировать. Причем это те, кто хотелось бы тренером ЦСКА, чтобы бросал слепшим. Да, Григоренко, шеи когда доходят до враталя Акулов. Эти ребята, которые должны забивать. И вот здесь вот, не, может и штанга. Все отсюда должно быть видно очень хорошо. И бросок в одно касание от слепшего. Да, штанга. В штангу попал металл в дальний верхний угол ворота Грубеца. И чуть точности не хватило в этом эпизоде нападающему ЦСКА. Но момент был очень неплохой. Светберг не стал бросать. Тут как раз от лицевого борта на пятак, куда уже покатил плотников. И не исключено, что вот это тоже была та самая деталь, на которую обращал внимание своих партнеров слепышев чуть ранее во втором периоде. И все эти детали мелкие в конце концов и складываются в ту самую пресловутую систему. Так, в последние годы достаточно плотно в обиход комбинаторский в том числе вошло это слово. Вот так расшифровываю, что же это такое. Светберг пока один, но там уже с дальнего борта идет подмога. Со скамейки запасных бросок поворотом. Готовец парирует первый бросок, а второй уже Грубец. Разделение труда. Дальше Грубец считает необходимым взять небольшую паузу. Подставляет клюшку и летит шайбой себе в заградительную сеть. Все могут поменяться. Паре, сохранив лицо, выйти из диалога на повышенных тонах с Плотниковым, который тут как раз и пытался. Шимона Грубеца уязвить. Замах из-за уха. Тут даже партнеру пришлось ноги убирать. Готовец был такой возможности лишен. Это его работа. Ну да, момент у Плотникова был. Не совсем удобно шайбе пришла, поэтому пришлось под нее подстраиваться. И первую попытку заблокировал Готовец. После чего у Плотникова была вторая возможность. Здесь уже Шимон Грубец спокойно справился с броском нападающего ЦСКА. Ну да, в баскетболе есть такое понятие серийная прыгучесть, а здесь серийной просучести Плотникову не хватило. Второй раз так размахнуться и от души вылепить по воротам. И это точно. Ну и возможности тоже как бы так побросать нет. Поэтому и пытался довести шайбу до ворота Плотников. Там проблема в том, что в первом случае Готовец просто не позволил шайбе дойти до ворота. А вот в того случае перед воротами никого не было. И Грубец без труда справился с этим броском. Сделали попытку сбегать в контратаку, но там Блужиневский. И там все в порядке с Менгачевым. А там он терял равновесие где-то в метре от борта и защитить себя уже не мог. Столкновение могло бы неприятно. Ну да, столкновение с Брюклиным такое красочное. Но оба вскочили и побежали как ошпаренные. Без каких будто ни было признаков потрясения. Не говоря уже о сотрясении. Теперь по воздуху прочь. Но очень удачно, казалось бы, в створ шайба придет. Но прочитал там траекторию Рейдеборн. Он поднял плюшку, позволил шайбе пересечь лицевую линию. Проборос 2.55 до конца второго периода. 1-0 Авангард впереди. ЦСКА кучу моментов во втором периоде создал. Но Грубец это вот та самая инстанция, которая на всех ходатайствах ставит штемпель отказать. Ну и мы отмечали, да, что Грубец дробит игру, когда имеет такую возможность. И Авангард тоже как бы замедляет игру. Для этого требуется уверенность в своих центральных нападающих на точке вбраслении. И она, безусловно, ковады Боба Хартли есть. Но тем не менее, вот сейчас один проброс, второй проброс. Пока там даже меняться нельзя. Пока вернулись, пока построились, хочешь не хочешь. А вот такой вот атакующий напор, он теряет свое движение. Движение на ворот. Поэтому я как бы не раз говорил, что да, стандартные ситуации в Покее имеют колоссальное значение. Но тем не менее, когда вот команде, как Авангарду, приходится достаточно тяжело, второй период вообще, в принципе, непростой для Авангарда. И сейчас под концовочку, да, игру приходится дробить, да, приходится строиться наобраслении, приходится ловить шайбы на себя, приходится много обороняться. Но хорошая команда должна уметь делать и такие вещи, когда, потому что, я говорю, соперники будут разные, иногда ты вынужден будешь очень много обороняться. И это просто необходимо делать. Вот, и еще бросок из борьбы у Вальборка, и теперь передача на пятак до слепшего не доходит. Но после рикошета удаление будет в составе Авангарда, добегает до лавки Рейдеборн и шестером против четырех на обложенном штрафе. Все-таки, действительно, поднаелось вот это омское звено. Где-то не успели, где-то не добежали, технический брак, удаление. Но вообще, такая маленькая ремарка, второй проброс сразу после первого, в принципе, рабочая штука-то абсолютно. Это уж точно. То есть, там пока глянулся, получится секунд 20-30, я говорю, и два проброса подряд, уже считай, фактически смену отдохнула. Алексей Переглазов удален в составе Авангарда. Не первое удаление в составе Авангарда в сегодняшней игре, но первое большинство для ЦСКА. Да, до этого было там удаление обоюдное у Емельина с Плотниковым, но тогда команды играли в равных, но не полных составах. А сейчас Переглазов две минуты и первое большинство. Вполне оправданное, кстати, сказать, потому что действительно устранял голевую потенциально протечку перед своими воротами. И завязал в узел Григоренко, который как раз был бы на этой отскочившей шайбе первым и не успевал Грубец восстановить позицию. Так что, хороший, правильный холл Переглазов в данной ситуации. И первое большинство у ЦСКА. Первый кандидатур на синей линии – это, конечно, Нестеров. Дальше Вальмарк, Плотников на том фланге, на правом Григоренко и Слепшев. Пока не получается в зону войти у ЦСКА, быстро вернуться в зону атаки. Как раз то, что неплохо делали защитники Авангарда в равных составах, выбрасывая шайбу, сейчас можно делать уже без пробросов. Ну и Шимон Грубец тоже смотрел, смотрел на реакцию своих защитников. Кто-нибудь попросит шайбу для того, чтобы попробовать выкинуть ее из зоны, поскольку таких действий не последовало. Ну, принял остановку игру остановить и при этом даже меняться, то есть пока еще Авангарду было не пора. Все четыре игрока, которые были на площадке сейчас в составе Авангарда, они и остались на площадке. А вот ЦСКА свою бригаду большинства, у которой так не получилось начать это большинство хорошо, предпочел заменить, выпуская вторую бригаду большинства. Но на мой вкус, в первую бригаде большинства ЦСКА слишком много финишеров и как раз нет такого тонкого диспетчера, который мог бы их всех выкормить. И Естерова, и Слепшева, да и Григоренко. И здесь Григоренко как раз по идее должен тогда наступать на горло собственной песни и пытаться связывать партнеров, но нет. Так, вторая бригада. Здесь тоже четыре нападающих, один защитник. Ошибается Сошников, который оказался на позиции правого защитника, но по крайней мере он отборолся и не пустил соперника в контратаку. Снова Сошников, на этот раз поднимает на синюю. Это там Гилмор, Гилмор на Акулова, расположились армейцы, Акулов ошибается. Это аура у этого Волошихинского дворца беспощадно к Акулову, но по крайней мере на этот раз не улетели в контратаку. Один на один за победным голом Увертайм, а мячи в меньшинстве. Последняя минута первого периода у нас идет, ходит Нордстрем, зона доезжает до угла, а там уже Готовец. Рад стараться, более того, удачно по дальнему борту выбросили по Ре Дедунов. Нет, не Дедунов, это был Рей Деборн спасает одновременно с объявлением о том, что авангард полном составе. Тут Дмитрий Шевченко был шанс еще заставить вспоминать ту самую финальную серию, какие-то моменты из нее. Собственно, поездка-то и сказал, что Дедунов, но Рей Деборн тут оставил свою команду на плаву, потому что получить минус два в конце второго периода, это было бы для армейцев уже равносильно поражению по реалиям этого матча. Да, момент Шевченко был великолепный, но о большинстве ЦСКА этого сказать нельзя. И на самом деле не получилось первое большинство у московских армейцев, и хороших моментов для бросков даже не удалось создать, так как в концовке еще и получили очень-очень опасную, неприятную контратаку. Рей Деборн выручил свою команду после выхода 2 в 1 по Ре и Шевченко. Каски переводят на Береглазово, тот опять грузит шайбу в зону соперника, 60 метров до ворот грубится, шайба до них уже не долетит. А вот у «Авангарда» есть возможность еще один бросок по воротам произвести, и на этом все во втором периоде. 1-0 по-прежнему, «Авангард» впереди, продолжение следует на Матч ТВ. Ну а на специализированном канале подводим итоги второго периода Александр Павлович. ЦСКА очень старался изменить в первую очередь цифры на табло, но не смог этого сделать во втором периоде. Хотя, опять же, второй период может вполне занести себе в актив. «Авангард» отвечал контратаками не то, чтобы частыми, но, опять же, парочку очень качественных моментов сумел создать. Давайте передадим слово Наталье Кларк, у нее интервью после второго периода. Да, спасибо большое, Антон, слепшего после второго периода. Антон, ну, есть возможность, есть моменты, да, не хватает такой реализации. На чем, может быть, нужно делать акцент на вот как раз-таки вторых шансах под воротами «Авангарда» или что-то еще? Ну, я думаю, да. «Владеем шайбой» вроде момента есть, что-то напоминает прошлогоднюю серию. И, я думаю, опять же, нужно полезть на ворота, добавить в агрессии, потому что пока все по углам. Может быть, как раз по памяти прошлогодней серии немножко мешает СК раскрепоститься и сыграть как-то по-другому, иначе? Да нет, и разбирали, и, я думаю, сделали выводы, но первая игра, может, немножко нервничаем, хотим. Я думаю, от большого желания как раз-таки не получается забить. Я думаю, сейчас подумаем, отдохнем, выдохнем, и, я думаю, все получится. Это как раз-таки про первую игру, как ощущения физические, потому что, понятное дело, входить в сезон всегда сложно, непросто, как бы не готовились летом. Ну да, конечно, про сезонные игры – это одно, а регулярный чемпионат, ответственность за результат – это немножко другое. Но первый период немножко был скомкан, я думаю, все вошли в игру, как мы, так и Омск, поэтому сейчас уже нет проблем. Спасибо, удачи, спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья Кларк, спасибо Антону Слепышеву. И смотрим статистику. Статистику после двух сыгранных периодов, я бы сказал, что, ну, полностью нельзя говорить, но ЦСКА провел второй период с хорошим преимуществом. Тем не менее, добраться до желаемого, до заброшенной шейбы так и не получилось у хоккеистов ЦСКА. Ну и давайте смотреть за лучшими моментами второго периода, что именно происходило на площадке. Я думаю, что да, что, безусловно, наш и режиссер, и продюсер найдут пару моментов у ворот Адама Рейдеборна, но большая часть игры просто проходила на половине поля Авангарда, да, и Авангард был вынужден достаточно много обороняться во вторые 20 минут сегодняшнего матча. Ну вот момент, где какое-то затмение нашло на Вальборка. Оставил он шайбу под своими воротами. Цыгларик быстро нашел и Купова, но Наиль не пробил Рейдеборна. А вот тут момент у Акулова, хороший такой акцентированный бросок, подскочивший очень удачно шайбе, добивание слету, и в сантиметрах от штанги она проползла. Эта штанга правая относительно Грубеца еще свою роль сыграет во втором периоде. Вот еще один рикошет небольшой, и шлемом отбивает от ушей Бушимон Грубец. Добивание Мингачева с близкого расстояния, Грубец на месте. И вот, пожалуйста, штанга парирует бросок Антона Слепшева после передачи партнера из-за ворот. Да уж Антон Слепшев, когда давал интервью Наталья Экларк после 40 сыгранных минут, был одним из самых заметных нападающих от ЦСКА, и момент у него был просто великолепный, но отличиться не получилось. Хотя последнее слово вот так вот Авангард в этом втором периоде оставил за собой. Отличный такой острый выпад в исполнении Францисса Порре и Дмитрия Шевченко. Вынос через борт на бегущего нападающего, контратака, пас отличный от Францисса Порре, но Шевченко Рейдеборна не переиграл. 1-0, Авангард впереди после 40 минут игры. Продолжение следует, оставайтесь с нами. Ледовый дворец имени Юрия Лаляпкина в Балашихе. Снова на связи. Здесь меньше минуты до начала третьего периода этой встречи. Фуе для тысячи болельщиков, тем не менее, разнообразный список развлечений. Развлечение вот в точке общепита распотребный отзор запрещает, но вот с кубком можно фотографироваться как нарисованным, так и настоящим, выставленным на обозрение. Любопытная картинка. Корнаухов потратил это время до начала третьего периода на разговор с арбитром. Причем не главным, что характерно, а линейным. Чем уж он мог насадить Корнаухову, остается только догадываться с учетом того, что на точку в этом звене это обычно Сергей Андронов становится. Ну, может придется, Корнаух может и на точку в стадии, он играл в центре и умеет играть в центре, хотя, опять же, с Сергеем Андроновым вряд ли придется это делать. Тем не менее, ну, говорят, да, традиционно достаточно много нововведений в правилах, поэтому игроки и тренеры, игроки и тренеры и судьи используют каждый шанс. По мне, так там может быть только одно пересечение у Корнаухова с линейным, это когда драться будут. Ты меня сильно не держи. Или наоборот, держи меня крепко, как семерых. Вот тогда, тогда ничего не будет. Ну что, Корнаухов торопится к шайбе, он на ней первый, передачный пяточок, но там Береглазов ценой здоровья своей клюшки разряжает обстановку, отбрасывает пришедшее в негодность орудие труда в сторону, сам меняется, ему выдают новую клюшку. Нестеровская запомнилась. Сразу потом увидел партнера, может партнер еще и шайбу попросил, и так между двумя решениями так и не определился. В итоге не получилось ни того, ни другого. Да, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, как гласит народная мудрость. Светберг, вот тут было бы, наверное, интересно, если бы по льду делал передачу Светберг, а так на лету снова зацепил шайбу Акулов, но не сумел принять ее, прилепить к своей клюшке, поэтому, поэтому атака армейская не состоялась, но соперник ответил пробросом. Так что еще повоюют хоккеисты ЦСКА в чужой сезоне, но Рокстрюм по-прежнему выходит с Акуловым и Плотниковым. Да, это звено никак не поменялось со своей первой сменой, которая, на самом деле, затянулась в первом периоде из-за двух удалений в составе ЦСКА. Я так смотрю, не первый раз Акулов так с лета шайбу останавливает, ну, достаточно уверенно. На этот раз не получилось, но, тем не менее, не остановил бы проброс. Плотников Готовца свалил силовым приемом, Акулов за шайбу зацепился, но, опять же, там на вираже уехал уже с точки, с которой можно было бросить по воротам. Сергеев набрасывает в толпу, но оттуда шайбу Готовец выбрасывает. Такий наброс практически гарантированно против «Авангарда» не доходит до воротаря. Даже и здесь этот наброс от Сергеева был заблокирован защитниками «Авангарда». Дальбек из-за ворот начинает эту атаку. Соркин на набравшего скорость Сошникова делает передача, бросок из-под защитника. Сразу две клюшки подсовывают игроки «Авангарда». И рикошет, матник шайбы улетает в заградительную сеть под защитой, который уверенно чувствует себя группа поддержки «Авангарда». Которую никакие санкции и рестрикции не коснулись. Такие, кстати, броски с такой средней дистанции, как сейчас бросал Сошников на каком-то отрезке второго периода. У тебя ЦСКА работали очень-очень неплохо. Но здесь действительно два защитника были перед Сошниковым. Но в конечном итоге они просто помешали ему нанести бросок по воротам. Шайба ушла выше ворот и покинул пределы площадки. «Найт» ставит корпус, но добирается до шайбы Сошников. «Попол» включает ноги, подхватывает шайбу, отскочивший от дальнего борта. Короткая передача на партнера. И тут же бросок по воротам. И тут же реагирует арбитр на подозрительную и неуставную активность под чужими воротами. Две минуты для Никиты Сошникова. «Две минуты! Две минуты!» «Один пультирное вывесение!» «Я так понимаю, обдал ледяным душем». «Ну, шоу на педаль, да, не понравилось это судим. И удаление Никиты Сошников на скамейке для штрафованных. Большинство «Авангарда» возвращается на площадку. И причем это та же самая бригада, усилиями которой удалось реализовать. «Именно!» «Пять на три». Это недисциплинированное поведение. Две минуты без разговоров. Арбитр поднял руку и отправил Сошникова на скамейку для плохих парней. Второе большинство, ну, формально третье у «Авангарда» в этом матче. Посмотрим, что в таком долгом формате 5 на 4 покажут мячи. И вот здесь как раз есть возможность, что увидим мы и вторую бригаду большинства «Авангарда». Каски дотащил почти до синей линии, дальше задействовал силы второго эшелона. Здесь Якупов, здесь Толчинский. Каски на синей линии, Якупов в шайбу теряет. И Корнаухов выбрасывает шайбу, приглашает партнеров начать смену и меняется последний. Соркин, Попов вышли и Киселевич с Булжиевским. Толчинский на скорости доставляет шайбу в зоне атаки. Передача на Каски не проходила. Соркин линию перекрывал, а вот сейчас просто не увидел шайбу под собой армейский нападающий. И в итоге взяли ее мячи под контроль. Каски искал дальнейшее продолжение и не справился с простой передачей в свой адрес. В итоге шайба выскочила в нейтральную зону. Здесь Якупов, бросок, рикошет. Соркин сопровождает Рейдеборн шайбу, которая летит в сторону лицевого борта. Но пока, кстати, на омской скамейке никакой активности. Тут все в штатном режиме, продолжает работать. Толчинский на Оливера Каски. Бросок такой скрытый. Пользовался тем, что там трафик уже создался перед Рейдеборном. Но шайба там не нашла дорогу в Сетку. А теперь Рейдеборн теряет ее из вида. Но она, взлетев вверх в сторону от ворота, одновременно полетела. Цыгларик чуть ли не первый раз, кстати, потрогал шайбу. Цыгларик в этом большинстве. Но стоя спиной к воротам на вираже. И все, что он мог сделать, это только сохранить ее. Толчинский опять выдает. И там Найт на пятаке мог забросить вторую. Как Толчинский находит эти передачи? Даже уму непостижимо. Тем не менее, снова реальнейший момент. Но выдержали. И снова две минуты без восьми секунд. Спецбригада Авангарда провела на льду. Находит, потому что вариантов несколько. Да, и игроки ЦСКА вынуждены смотреть. Вот Якубов, который перед воротами вынужден уважать Цыгларика, который уже показал свой бросок и возможность завершать после поперечных передач. И Найт на дальней штанге. То есть фактически три варианта для развития. Не считая такого железобетонного варианта на каске, у которого тоже бросок-то великолепный. Поэтому Толчинский действительно великолепные передачи раздает. Но и партнеры очень здорово открываются под вот этой вот передачей Сергея Толчинского. Ну вот на эти восемь секунд уже вряд ли бригада большинства вышла. Здесь вышел Каблуков, вышел Дедунов. Вышел Жарков. Да. И Покка с Емелиной. Ну и успели, да. Емелина вывести на такую хорошую позицию для броска. За последние восемь секунд этого большинства. Такие 100 авангардов. В полном составе ЦСКА. На этот раз авангарду не удалось численное преимущество использовать. И смотрим дальше. Сергеев пока без продвижения вперед. Армейцы шайбу за воротами держат. Тут опять, кстати, Найт. С партнерами по первому звену вернулись на площадку. Берегла за той каски. Пара защитников. Цегларик стартует по синей линии. А вот здесь уже в положении вне игры оказался. Не сумел за синюю линию зацепиться. Он цеплялся за нее. Но там как раз двигался на него соперник. И желая избежать столкновения, Цегларик поднял ногу. Оказался в зоне атаки. Пауза у нас. Пауза у нас. Пауза у нас. Пауза у нас. Ром, ну как ты пару минут назад правильно заметил, на скамейке авангарда такая идет полномерная работа, в общем-то команда все устраивает, время в данном случае играет уже в их пользу. А что касается ЦСКА, то здесь как раз-таки Сергей Федоров начал заканчивать тем, с чего начал еще в начале матча, говорить о том, чтобы как раз-таки в своей зоне особенно ноги не выключали, продолжали работать. Понятно, что дело здесь может быть в одном моменте, который может изменить ход этого матча. Очень часто тренеры говорят как раз про детали, и сегодняшняя игра очень неплохая демонстрация. Могли ждать игру с большим количеством заброшенных шайб, исполнители классные и у одной и у другой команды. И здесь вот этой деталью, как бы она прям выпуклая, является большинство авангарда, которые в свой момент использовали в начале первого периода. И это все, что мы видим на табло. 1-0, а это еще 4 минут не прошло с начала первого периода, счет был 1-0. Изменить этот счет пока никому не удается. Еще одно удаление будет. Будет, не будет? Будет. Поднял руку один из арбитров и за задержку отправляет на скамейку для оштрафованных Антона Слепышева. Еще одно большинство для авангарда. Слепышев очень эмоционально давал понять, что его оппонент в данном эпизоде, Найт, подумал, что ему поставили градусник в подмышку. И 7 минут собирался его продержать для того, чтобы изверить температуру собственного тела. В это ковидное время очень актуально. Но арбитры посчитали, что ничего плохого на это не делал в данной ситуации. И еще 2 минуты у авангарда. На большинство, но скорее в данном случае уместно говорить о том, что еще минус 2 минуты у ЦСКА на то, чтобы отыграться. В втором периоде обошлись без удаления. Действительно так нагнетали, нагнетали, владели инициативой. Не давали сопернику паузу. Давили, давили, но не додавили. А здесь вот 2 минуты, в принципе, а мячи могут вот так шайбочкой просто и повладеть, лишая возможности соперника вот как-то так включиться. Ох, я думаю, тренер это будет недовольный, если так просто шайбочкой повладеть. Большинство, все-таки большинство, и играть еще 13 минут в этом матче, как минимум, в третьем периоде. Перевели шайбу на правый фланг. Тут Цегларик имеет возможность ее потрогать. Толчинский. Вот он, мозговой центр омского большинства. Уходит за линию ворот. Возвращается, поднимает на каске. Цегларик, бросок по воротам. Нет помехи перед Рейдеборном. И с броском Цегларика Швец справляется. Борьбу за шайбу, а мячи выиграли снова каски. Вот теперь два игрока на линии броска. Найт прям вплотную к Рейдеборну. И Якупов на дальнем пятаке. Гол! Оливер Каски! Но, судя по реакции Якупова, это он, это он. Нет, не Дениградский кучетальон, а автор второй шайбы в этом матче. Дождем с Пафора, но язык тела определенно говорит в пользу первоначально озвученной версии об авторстве Якупова. Нет, там Аккорбан Найт был перед воротами. И да, шайба изменила траектория полета. Кто это сделал, ну так, трудно, трудно сказать однозначно. По этому повтору, может, здесь будет видно лучше. Они вполне возможно сделали это оба. Да. Но только Якупов уже не мог почувствовать, коснулся ли шайбы Найт. Да, они оба. Такое впечатление, что они оба коснулись шайбой. Причем чуть ли не в одном месте. И, опять же, большинство авангарда мы отмечали великолепную передачу Толчинского в первой заброшенной шайбе. Но не надо забывать, что там на синей линии есть каски. Каски с великолепным броском. И у него-то всегда будет возможность. То есть там условно разменяться защитником на синей линии будет очень тяжело. Скорее всего смотрели на высокоподнятую плюшку. Сейчас там тренеры или судьи. И судьям дается определенное время для того, чтобы убедиться в правильности взятия ворота. Иногда нет никакой необходимости проделать просмотр. Потому что все голые просматриваются с этого сезона. И авангард забрасывает свою вторую заброшенную шайбу. Опять это реализация большинства. И первая половина третьего периода так весьма оптимистично начинается для хозяев. Да, Шафранова уж нет. А магия-то осталась. И в итоге 2-0. И конечно совершенно уникальная шайба. С двумя подставлениями. А это мощно. Да, которые еще и можно разглядеть. Да, иногда действительно их несколько. Но несколько рикошетов. Но разглядеть их тяжело. А здесь два игрока пытались изменить траекторию Павелта шайбы. И обоим удалось это сделать. А сняли передачу у Цикларика. Если бы один изменил траекторию полета, была бы передача у Цикларика. А так как два коснулись два. Соответственно, Оливер Каски, Наиль Якубов по ассистенту. И автор заброшенной шайбы, Порман. Но тут, я думаю, еще предстоит работа статистической службы кандидатальной хоккейной лиги. Сегодня один матч. Думаю, быстро решат, кто там и что там. В любом случае 2-0 на табло. И с учетом двух матчей финальной серии уже девятый период. Армейцы не могут подобрать ключи к воротам Омского авангарда. Как-то затянулась эта серия. А ведь на предсезонке играть. ЦСКА победил. Там-то все получалось. Даже здесь по интервью чувствуется, что предсезонка и сезон все-таки две совершенно разные вещи. Хотя игра та же самая, подчас и игроки те же самые. Но все-таки, да, это игра, которая имеет значение, которая уйдет в таблицу. И кто-то сегодня уйдет с двумя очками после сегодняшнего матча. Но вот интересный момент. Вроде как Волмак и принимал шайбу в своей зоне. Но передача была сделана из средней зоны. Поэтому в своей зоне можно делать передачу рукой. Но это немножко не тот случай. Брошена шайба в зону. Здесь Нестеров долго искал продолжение. И в итоге успел там его накрыть. И игрок омской команды. Один из новобранцев. Владимир Жарков. Светберг. Включает ноги. И отключаются руки. У него шайба уходит с клюшки. Но рядом был партнер. Ее подхватил. Вальмарк. В центр смещаться не стал. Запустил Слепышева по плангу. Слепышев на пятачок. И Вальмарк. Все ворота перед ним. После паса Слепышева. Однако не пересекает. Шайба, линию ворота. И похоже там снова стойка. И играет за авангард. Судя по действиям арбитра. Именно к перекладину попал Вальмарк. После передачи Слепышев. Слепышев сегодня, конечно, хорош в роли ассистента. Сам Тон Штангу тоже попал во втором периоде. Но сейчас все сделал для партнера. Однако Вальмарк у удачи не улыбнулась. Нордстрел. Каски ему не рад. Нордстрел на воротах. Под воротами. Но так. Только что подставил клюшку. Не слишком опасно. Нордстрел в углу. Уходит от Каски. Поднимает на Дальбека. Дальбек за ворота. Там Плотников выигрывает силовую борьбу. Пас на пятачок. Бросок Акулова. И опять не долетает. Просто шайба. До Шеймона грубится. Половина третьего периода позади. Гилмор на Андронова. Андронов здесь один против троих соперников по ситуации оказывается. Дальбек разобрался в непростой ситуации. Перехватывал в районе синей линии. Впрочем, об этом чуть позже. Сошников с острого угла в сторону ворот. Ну и здесь Шевченко спокойно форсирует красную линию. Нет, все-таки не добегает Шевченко. Это красный, по мнению линейных арбитров. И вот смотрим, как же так Вальмарк-то. Да, момент-то был просто великолепный. И здесь Шевченко пришла достаточно удобно для Вальмарка. И даже поднимал ее, оставляя все меньше и меньше шансов для Шимона Грубеца. Шведский нападающий ЦСКА. Но попал в перекладину. Это кинематографический крупный план Вальмарка через мгновение после промаха. Ну да. Зрелище такое же величественное, как Парк Пихорка на картине Левитадов. Ну да. И показывает, что Вальмарк-то прекрасно понимает, что момент у него был просто великолепный для того, чтобы забросить шайбу. Но не получилось этого сделать. Григоренко на Нестерова 9.19 до конца основного времени этого матча. И еще одна передача рукой. Но учитывая, что до этого был проброс и просто пятерки авангарда. Надо было меняться. Они так вот очень не спеша. Сейчас поехали, выпуская на площадку звено Форбана Найта. Тоже неплохой отрезок провели, который хоть и начал с проброса, но тем не менее в этом отрезке ничего не позволили сделать атаке ЦСКА. У ворот Шимона грузится. После вот предыдущей хорошей смены. Может и нужна была такая спокойная и безопасная сменка авангарда. После попадания в перекладину от Лукса Валмарка. Ну вот Сагларика пока значится. Результативная передача. Акцент. Ну ладно. Это ой-ой-ой, как ошибается. Рейдеборный Цегларик. Думали. Как-то вот помню был момент, когда достаточно скептические перспективы Цегларика. Оценивали по предсезонным матчам в составе Омской команды. Я вот, честно говоря, в нем вообще не сомневался. Ну он не случайно, я говорю, лучший нападающий чемпионат Мила. И я говорю, есть вещи, которые транслируются, да, переносятся из одной лиги в другую. Есть вещи, которые не переносятся. Так вот бросок, одна из вещей, которая переносится, причем очень легко. Поэтому, безусловно, ему нужно будет создавать моменты. Сам он себе их создавать так много не будет. Но, учитывая, что он играет в большинстве, и учитывая, что там есть такой диспетчер, как Толчинский или Найт, моментов-то бросков у него должно быть достаточно много. Обросков у него просто великолепные, что он сегодня продемонстрировал. Да. Ну, на что хотелось бы обратить внимание, на это обратим после рекламы и спича Натальи Кларки по возвращению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на ворота ЦСКА и не собирается там последние минуты, несмотря на этот комфортный счет, проводить в какой-то такой окопе у себя. В любом случае, вот сейчас Федоров и армейцы, ну, команда, пытаются как-то собраться, просят о терпении Сергея Викторовича, может быть, о том, чтобы не скатиться вовсе, не получить еще что-то, и поиграть с шайбой, поиграть, вот как они умеют. Ну, а что он подразумевает под этим? Нам нужно, видимо, видеть, присмотреть на льду. Ну, потому что определенные задачи игровые тренеры все равно ставят, и ставят, и ставили перед игроками, поэтому сейчас в той ситуации, в которой оказался ЦСКА, главное, так сказать, играть правильно так, как требовали, искать свои моменты, потому что сезон сегодня только начинается, и большая часть регулярки еще впереди, и будут игры, когда придется отыгрываться, а будут игры, когда ЦСКА будет вести в счете, и, на самом деле, игровые задачи от этого не сильно меняются, поэтому сейчас тренеры и говорят, что, ну, сконцентрироваться на том, что, ну, нужно, чтобы игроки делали правильные вещи. И вот как раз тот момент весьма показательный, о котором хотел сказать. Опа! Четвертая шайба. Как бы не оправдание Рейды Борна, а просто факт того, что иногда шайба просто сама дырочку находит где-то в амуниции и оказывается в воротах. И, действительно, потихонечку даже счет третьего, с которым начинался третий период, 1-0, выглядел таким плотненьким, но потихонечку, потихонечку, шайба за шайбой Авангард, действительно, создает себе уже великолепное преимущество в счете и играет увереннее после второй заброшенной шайбы. Ну да, собственно, ЦСКА выложил все на стол во втором периоде, создал кучу моментов, так и не забросил. Авангард выдержал этот натиск и в третьем периоде, собственно, воспользовался своими шансами. Еще одно большинство очень вовремя сработало, а дальше пошло-поехало сил, в первую очередь, может быть, моральных у ЦСКА уже просто-напросто не осталось. 4-0, и все давным-давно ясно в этом матче. Дубль Цегларика, дубль Корбана Найта. И 4-0 за 5-57 до конца этого матча. Терпение страшная штука, в том числе и в спорте. Авангард вынужден был очень много обороняться во втором периоде. Делал это надежно, терпеливо и самоотверженно. И в конечном итоге добрался сначала до второй заброшенной шайбы, в исполнении вот этого джентльмена Петера до первой. Цегларика поучаствовал сегодня непосредственно в двух заброшенных шайбах, на самом деле даже в трех заброшенных шайбах. И очень неплохая первая официальная игра для этого нападающего авангарда, новичка континентальных хоккейной лиги получается. Ну и в некоторой степени объясняет, как и почему он сегодня на месте крайнего нападающего в первом звене авангарда, чемпиона континентальных хоккейной лиги, обладателя Кубка Гагарина. Да, ударное омское звено сделало результат. У ЦСКА такого звена лидера не нашлось сегодня. Но опять же, сезон впереди, длинный Светберг. Даже не стал тут соревноваться с Толчинским в скорости, просто перекрестил траекторию, заставив отбегать себя. И выгадывая время для самого быстрого на площадке, это для шайбы. Собственно, Толчинский ее настиг, но уже в углу площадки, откуда ничего придумать было нельзя. 4.55, времени все меньше, интриг-то по большому счету одна. Украдут армейцы сухать? У Шимона Грубеца или тот начнет с матча на 0. 14-й сезон континентальной хоккейной лиги. Момент дважды за Шимона Грубеца в этом матче. Играли в стойке ворот, штанга и перекладина. Это Акулов. Бросок по воротам. Грубец тоже не останавливает. Грубецу тоже весело в бою. Он отбрасывает за ворот. Партнеров там нет. Там соперники. Бросок с острого угла. Может быть, решил Грубец побоевать за свой сухарь? Да, нет, опять же, как мы отмечали в основном периоде. А что останавливать игру сейчас? Грубец получает сюда срочно много. Еще одно удаление. У ЦСКА будет Сергей Плотников. Тут обменивается впечатлениями с одним из двух главных арбитров. Ну а Шимон Грубец как раз сейчас на скамейке для запасных. Авангарка в шестером. Будет пытаться использовать вот это вот отложенное большинство. Он не будет пытаться. Все устраивает Оливера Каски. Его никто не прессингует. Время идет. Постоял секунд 15. И Якупов не исключено, что сейчас вернет ему туда шайбу. Да, так и есть. Пока без продвижения вперед. Но, тем не менее, уверенно снимаясь не кундочки с табло, действует авангард. Пока еще в равных составах, кстати. Ну и вот теперь 3.13. Почти минуту авангард с табло как раз списал. Плотников отправляется на скамейку штрафников. Две минуты. Другость. Нет, он клюшкой попал, да, по рукам Паре. Сергей Плотников и ближний судья зафиксировал нарушение. Паре, конечно, любит иногда приукрасить полученный урон. Но в этой ситуации удалили бы даже 5 лет назад. Ну и при этом, да, смотри-ка. Тоже в концовке третьего периода, при счете 4-0, но первая бригада большинства авангарда. Ну слушай, там два нападающих с дублями. Почему бы, собственно, не довести начатое до конца. Тоже верно. На бок о каске. Тут немножечко увяз в средней зоне. Так, несколько небрежно оставлял себе засня, но там партнеры еще не включили ноги. Толчинский едва форсирует синюю линию, снова ищет продолжение. И там Блжеевский выталкивает его вместе с шайбой из зоны. Так, собственно, 30 секунд обского большинства запропастились неизвестно куда. Там через такой короткий пас пытались войти в зону. Попов для Соркина создает момент, но отрабатывает. Ни кто иной, как на Илье Якубов в оборону. И шайбу у Соркина выбивает тот момент, когда уже почти было нацелился тот напросок. И в итоге, спустя минуту, Хартли убирает свою первую бригаду большинства. Не нравится ему подобное развитие событий. Ну, на самом деле, как ты правильно отметил, он шанс дал, не получается. И здесь должна быть дисциплина и внутри игроков. Да, что тоже, как бы, если не получается, уступи место другому. Что и сделала первая бригада авангарда в этой ситуации. Ну, и у второй пока получается не очень хорошо. Ну, и это действительно бригада. Тут четыре нападающих с переглаза на синей линии. Каблуков, Косов кажутся персонажами вспомогательными. Но при этом есть Грецюк, который в большинстве играл на этой предсезонке и был адресатом для передач под бросок. Ну, и есть Паре, который как раз должен, по идее, действием вот этой всей пятерки дирижировать. Да, тоже ничего не получилось, но, тем не менее, в большинстве поиграли. Остается минута и 15 секунд на игру в третьем периоде. По крайней мере, действительно, это большинство немножко упростило авангарду в последние три минутки третьего периода. Ну, да, как ничего не получилось. Получилось оставить минуту с копейками на табло. Да, и нам показывают, да, вторую заброшенную шайбу Хорбана Найта. Так получилось, действительно, что сегодня две шайбы на счету Питера Цегларика. Его действия отмечали. Две шайбы на счету Хорбана Найта. Тоже две шайбы и одна результативная передача. Весьма полезно сегодня действовать. Первое звено авангарда, первая бригада большинства. И во многом благодаря их действиям авангард и выигрывает первую встречу 14 сезона КТЛ. Армейцы идут вперед. Последняя минута матча идет. Акулов на самых активных в составе ЦСКА, начиная со второго периода. Но и Константину сегодня не удалось улучшить свои воспоминания. О времени, проведенном на льду Балашикинской арены. Бросок из-под защитника. Шимон Грубец на месте. И Амичи доводят шайбу до лицевого борта в чужой зоне. Здесь Шевченко на ближнего партнера. Поборется за воротами Владимир Брюквин. Слепышев. Какие моменты сегодня Слепышев создавал своим партнерам, но не могли они переиграть. Шимон Грубеца и Сирена стоят в восторжном реве прямом со счетом 4-0. Авангард побеждает ЦСКА в матче за Кубок Открытия. И у ЦСКА по-прежнему лишь одна победа. Теперь уже к шести матчах в старт сезона. Удивительная статистика. Ну да, но опять же сезон только начинается. Делать выводы по одному матчу на самом деле можно и нужно, но это далеко не окончательные выводы. Поэтому сегодня, как мы отмечали, я уверен, что и тренеры после матчевого интервью отметят. Действительно детали. Очень серьезно помогли Авангарду одержать победу сегодня. Две первые заброшенные шаги в сегодняшней игре обе реализации большинства. И в конечном итоге Авангард довел дело до победы в матче открытия. И, соответственно, сейчас команды строятся для того, чтобы, ну я уж не знаю, сфотографироваться или нет. Но Кубок Открытия здесь, здесь на льду арены в Палашихе. И, собственно говоря, он будет ждать. Я уж не знаю, там будет Алексей Емельин брать его или нет. Но сейчас должен быть вручен. Вот он, крупным планом Кубок Открытия на ваших экранах. Ну, я так понял, он занимает свое место на красивом постаменте для красивого фото вместе с этим Кубком. Потому что, не будем мы называть это суевериями, скажем так, в традиции, они в хоккее имеют очень большое значение. И Емеля сразу всю команду приглашает вот для этого фото с Кубком, чтобы не ставить Алексея Морозова в неудобное положение. Сначала он выкатит за фото. Давайте уж сразу всех с Кубком, который займет свое место в клубном музее. Ну, безусловно, это не тот трофей, о котором ты мечтаешь сразу из пива Победного Шапанского из Кубка Гагарина. Но, тем не менее, знаешь, как вот традиция замечательная, я считаю, открывает сезон матчевых финалистов. И хочешь не хочешь, а запомнится. В том числе игрокового Мерда. Хочешь не хочешь, а заканчиваемый репортаж на Матч ТВ. Дальше футбол в нашей программе. Александр Хованов, Наталья Кларк. Роман Скворцов. До новых встреч. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Наталья Кларк готова подвести итоги этого матча в интервью. Наталья. Да, спасибо большое. Подведет итоги Боб Хартли. Хорошее начало. Вот, вы ожидали, что в первом же матче большинство так здорово сработает, принесет свою пользу. Ощущали ли вы химию между ребятами уже на предсезон? Это отличная игра. Вы ожидали, что нашу пауэплей, чтобы вы получили этот матч, чтобы вы получили эту кемистину так быстро? Да, ну, знаешь, когда вы получили пауэплей, особенно в первую сезон, вы получили уверенность. Мы потеряли Петер Целарик за две недели, поэтому мы не могли бы практиковать пауэплей в любых последних матчах с Петером. И, наконец-то, в начале 5-1-3, мы смотрели на друг друга. Мы были немного слегка в нашей экзекуации, но, наконец-то, мы получили пауэплей. Первый гол был огромный. Потом мы получили хорошие пауэплей. Поэтому, да, пауэплей – это большая причина, почему мы победили на top of our excellent defensive performance. Забросили первый важнейший гол и еще один гол в большинстве. Это, конечно же, здорово. Он как раз-таки о дебюте Целарика, насколько эта игра и такое вливание заслуживает нескольких добрых слов. И если ты говоришь о Петере в частности, ты можешь дать ему кредит? Конечно, мы знали. Он хороший гол, он хороший ток, он хороший ток, и он хороший визион. Поэтому, сейчас, с Яку и Найдер, они комплиментуют себя очень хорошо. Два трех парня играют хорошо, они имеют хорошие хоккейские сенсы, и они могут победить голы. Однозначно добрых слов он заслуживает. Мы знали, что он отличный забивной игрок, и мы знали, что у него отличное видение площадки. И сейчас, вместе с Якуповым и Найтом, они здорово друг друга дополняют. Спасибо. На его партнера, кстати, по звену Гривика посмотрим в Нижегородском торпеду. Ну, а пока посмотрим на статистику этой встречи. 30-22 по броскам в створ. В третьем периоде уже не было такого подавляющего преимущества у ЦСКА. Авангард вовремя забил в большинстве. Ну, а дальше пришло время ошибок Рейда Борна. И эти ошибки оказались результативными и поставили крест на надеждах москвичей отыграться. Ну, в целом, на самом деле, очень хороший хоккей мы сегодня увидели. И только в третьем периоде. Соответственно, все решилось. До третьего периода счет был очень и очень близкий. Хотя Авангард забросил рано. Первая же такую хорошую возможность играли в пятером против трех игроков ЦСКА. И великолепная передача Толчинского. Великолепный бросок Цегларика. И на тот момент, конечно, никто не знал, что это будет победной шайбой. Но получается именно так, что Цегларик забросил свой первый гол в КХЛ. И этот гол стал для Авангарда победным на четвертой минуте первого периода. Открывает дверь с ноги в континентальную хоккейную лигу Петер Цегларик. Дубль в первом же матче. Причем и победная шайба тоже на его счету. Ну, а потом пришло время трудовой доблести Шимона Грубеца. И во втором периоде действительно пришлось очень непросто обороне Авангарда. И вратарю атаковал ЦСКА очень и очень много. Несколько моментов очень хороших создали. Но обыграть Шимона Грубеца не получалось. Он в итоге провел великолепный второй период. И даже была пара моментов, когда Авангард еще во втором периоде мог свое преимущество увеличить. Но, в свою очередь, ЦСКА не позволил этого сделать. Снова большинство у Амичей бросок каски. Два игрока подправляют эту шайбу. Якупов и Корбен Найт оставляет последнее касание за собой. Два-ноль. И игра уже, казалось, сделанной к этому моменту. Оставались какие-то, может быть, надежды. Вот забей здесь Вальмарк. После великолепной передачи Слепышева все еще могло пойти. Найт мгновенно сориентировался, нашел на пятаке Цегларика и Словак оформил дубль. В этой встрече Светберг не помешал. Ну и у Рейда Борна уже шансов было мало. Но и это еще не все. Корбнаиль, может быть, это все подкорректирует каким-то образом. Ну а броском с неудобной руки из-под бедолаги Светберга Найт четвертую шайбу. И стал, мягко говоря, не лучшим образом. Таким тем самым 4-0. Авангард уверенно начинает защиту своего титула на старте этого сезона. Ну а для ЦСКА пока мало хорошего, за исключением только...